Девушки отдыхают Рад приветствовать всех собравшихся в этом зале сегодня, в этот прекрасный день, когда мы собрались с вами для того, чтобы обсудить тему очень важную, очень нужную, максимально нужную, я бы сказал для нас сейчас, это тема восстановления нашей с вами Родины, Советского Союза. Я рад приветствовать всех гостей Москвы, москвичей, всех жителей нашей необъятной Родины и возможно даже гостей из других стран, может быть такие здесь тоже присутствуют. Очень приятно видеть этот зал полный, я уверен, что будет еще больше народу, мест не хватило, это означает, что большинство из вас прекрасно понимают, прекрасно осознают всю серьезность положения, в которой мы с вами оказались. Собственно, это положение уже у нас около 25 лет, оно на территории нашей страны происходит, но осознание конкретное и полное пришло к нам только под самый, так сказать, финал. Но оно пришло и это радует, значит у нас все с вами получится, потому что я ни на секунду не сомневаюсь, что у нас с вами получится абсолютно все. Все, мы страну восстановим, победа будет по-любому за нами, здесь нет никаких сомнений, но для того, чтобы вы знали структуру, то есть как все это будет происходить, я уверен, что у вас огромное количество вопросов. Собственно, для этого мы сегодня здесь и собрались, чтобы вы задали свои вопросы и получили на них конкретные ответы. Прежде чем я передам слово нашему спикеру и представлю его, хочу парочку маленьких объявлений. Значит, первое объявление, коротенькое, это касается вот этого журнальчика. Я думаю, что многие из вас уже его приобрели. Журнал касается защиты граждан Советского Союза от беспредела Российской Федерации. В этом журнале все написано очень хорошо, очень грамотно, очень просто. Этот журнал можно будет приобрести в конце данной пресс-конференции, с левой стороны, кому это интересно. Это первый момент. И второй момент, поскольку с Госдепа нас не финансируют. Все свои финансовые средства мы зарабатываем честным путем, как правило, с пожертвований граждан Советского Союза. Если у вас было, то у меня к вам маленькая просьба. Сейчас будет передана коробочка, Максим, по рядам. И кому не жалко, можете помочь нам, кто сколько может, для того, чтобы покрыть просто… Нет, я думаю, что лучше передам, потому что очень много людей, потом просто будет там толкучка большая. Помочь на покрытие аренды этого зала. Вот, собственно, и все. Это второй момент. Ну, и, собственно, чтобы не отвлекаться и времени забирать ни ваше, ни спикера, я хочу представить вам человека, который будет сегодня отвечать на ваши вопросы, который расскажет вам все, что у нас в стране происходит и что будет происходить дальше, познакомит вас с последними обновлениями в нашем деле. Это временно исполняющий обязанности президента Советского Союза. Человек, который уже порядка шести лет, потому что мы с вами в массе своей узнали об этом год назад, кто-то полгода назад, кто-то пару месяцев назад. Этот человек занимается этими вопросами уже около шести лет. То есть он начинал это делать тогда, когда практически вообще никто из нас даже не представлял о том, в какой ситуации мы все с вами оказались. И тогда он, в общем-то, начал делать вещи, о которых сейчас просто страшно подумать, потому что тогда об этом никто не знал, поддержки никакой тогда не было, нужно было огромное количество документов переделать. То есть работа была проделана титаническая, и поэтому я с большим уважением отношусь к этому человеку и передаю им микрофон. Рад вам представить временно исполняющего обязанности президента Советского Союза Тараскина Сергея Вячеславовича. Пожалуйста, бурные аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие граждане Союза Советских Социалистических Республик. Здравия желаю всем, кто собрался в этом зале. Сегодня мы собрались сюда для того, чтобы понять те, так сказать, вопросы и задачи, которые перед нами стоят по восстановлению Союза СССР. Ну и начну я с представления, особенно для тех, кто не знаком с нашими материалами, хотя моя биография и несколько тысяч видеороликов, несколько десятков тысяч документов, которые уже выпустило правительство СССР. И я лично. Они находятся в интернете, так сказать, в общем доступе. Для того, чтобы понять, значит, что происходит сегодня на площадке Союза СССР, надо разбираться в правовых вопросах. Какие нюансы возникают у человека, который впервые знакомится с тематикой Союза СССР? Ну, прежде всего, значит, за то время, что мы действуем, а действуем с 25 января 2010 года, когда я впервые по законам войны и военного времени делаю на этом акцент. Вот. Наша страна находится полностью в оккупации. Нет ни одного квадратного метра неоккупированной земли. Поэтому единственный способ действия в правовом поле Союза СССР – это по законам войны и военного времени. Так вот, 25 января 2010 года, почти 7 лет назад, я заявился как верховный главнокомандующий, президент Союза СССР, верховный главнокомандующий и президент РСФСР, верховный главнокомандующий и император Российской империи и всех предыдущих субъектов права, которые когда-либо находились на нашей территории в Зеленоградском суде. Потом это заявление перекочевало в суд следующей инстанции, следующий, и так дошло до Конституционного суда Российской Федерации. Таким образом, все органы Российской Федерации и всех республик, находящихся на территории Союза СССР, были оповещены о том, что СССР, который просуществовал 18 лет и 2 месяца в литургическом сне, после того, как с этого поста дезертировал верховный главнокомандующий, обращаю ваше внимание, президент Союза СССР Горбачев Михаил Сергеевич имел воинское звание верховный главнокомандующий, именно как верховный главнокомандующий, он дезертировал со своего поста, верховного главнокомандующего Союза СССР. Таким образом, включил законы войны и военного времени. Что об этом нам говорила Конституция Союза СССР? В Конституции Союза СССР были соответствующие статьи, которые предусматривали, что в случае болезни, ухода, любых событий, которые могут произойти с верховным главнокомандующим и президентом Союза СССР, на его место должен был занять, так сказать, вице-президент, глава Верховного Совета, ну и так далее, и так далее. То есть там была прописана иерархия людей, которые могли занять место верховного главнокомандующего в случае его выбытия из строя, по любой причине. Этого не произошло. Раз этого не произошло, значит все, кто по законам Союза СССР, прописанным в Конституции, повторяю, эти законы были прописаны в Конституции Союза СССР, а сама Конституция была принята в 1977 году, с изменениями и дополнениями, в которые был уже прописан пост президента, и все нюансы его нахождения во власти были прописаны в 1990 году. Так вот, по Конституции с 1977 года, с изменениями и дополнениями, включенными в нее в более поздние сроки, механизм должен был сработать, но он не сработал. Что это обозначает? Это обозначает, что вместе с верховным главнокомандующим, со своего поста, дезертировали все высшие начальники Союза Советских Социалистических Республик, включая министра обороны, министра МВД, главу КГБ СССР и так далее и тому подобное. То есть все они, не исполнив Конституцию Союза СССР, которая говорила нам о том, что должен был быть, так сказать, заявлен новый, ну, временно исполняющий обязанности президента и верховного главнокомандующего Союза СССР, и в течение трех месяцев мы должны были провести новые выборы на территории Союза СССР по избранию нового президента. Как вы знаете, этого не произошло. Напоминаю, что никакого крушения государства Союза СССР никогда не происходило. То есть не существует ни одного документа, который бы прекращал, так сказать, действия Союза СССР на территории 22,4 миллиона квадратных километров, который Союз СССР занимал на тот момент. Что еще интересного было на тот момент? На тот момент дезертирство Верховного Главнокомандующего. Союз Советских Социалистических Республик провел референдум о сохранении Союза СССР. Что это обозначает? Обновленного Союза СССР. Все вы помните этот референдум. За него проголосовало больше 75% людей, пришедших на выборы. Это официально зарегистрировано. 21 марта 1991 года Верховный Совет выпустил соответствующий документ, в котором через три дня после референдума, в котором объявил, что результаты референдума являются действительными. Все вы должны понимать, что референдум это надконституциональный документ. Именно при помощи референдума создаются государства. Именно при помощи референдума принимаются конституции. Именно при помощи референдума можно изменить, например, границы государства. Таким образом, у нас есть документ, который с одной стороны нам объявил, что Советскому Союзу быть. И с другой стороны, этот документ легитимизировал Союз СССР. Все вы знаете, что Союз СССР был создан 30 декабря 1922 года. Но, как вы понимаете, он был создан в 1922 году при помощи административного ресурса. Этот процесс легитимизации Советского Союза шел с большими трудностями. Несколько раз принимались конституции. Прошла Великая Отечественная война. Многократно сменялось руководство Союза СССР и так далее. Таким образом, принимая Конституции 1936 года, 1924 года и создавая органы власти, постепенно набирал легитимности. Но легитимным Союз СССР не был вплоть до 17 марта 1991 года. 17 марта 1991 года на нашей территории произошло Всенародное Вече. Референдум в переводе на русский язык и есть Всенародное Вече. И таким образом полностью легитимизировался субъект. То есть граждане Союза СССР, коренные жители этой территории проголосовали за создание этой территории. Как Союз Советских Социалистических Республик, как юридическое лицо СССР и... Беги руки, что тут делать? Что здесь, если я не знаю, за провокацией происходит? Вы можете его успокоить? Что за провокацией? Вы человек выступает, будь выступает. Поаккуратнее, поаккуратнее надо разговаривать вообще в зале, когда идет выступление. Таким образом, у нас возникла уникальная ситуация. Впервые в мире возникло государство, которое образовано волей коренных народов, населяющих данную территорию. Ни одного прецедента на планете Земля такого больше не существует. Все государства, которые существуют в мире, кроме Союза СССР, образованы при помощи административного, либо силового ресурса. То есть захват земель, убийство коренного населения. Ну, вы таких примеров знаете много. Ну, например, если вы интересуетесь, так сказать, историей, географией, читаете какие-то материалы, вы можете найти таких тысячи примеров. Ну, например, коренными жителями японских островов являются Айны. То есть белые люди, которых зовут, которые называют себя Айны. Они являются коренными жителями, так сказать, этой территории. Но почему-то там существует государство, которое называется Япония. Вопрос. Япония у кого-нибудь официально получала право на территорию? Ответ нет. Точно так же, как Соединенные Штаты на арендованных у индейцев территории, значит, организовали государство, которое ныне, вернее, юридическое лицо, которое называется Соединенные Штаты Америки. Ну, как вы понимаете, зайдя в гостиницу, а именно они находились на арендованной территории, по примеру, чтобы было понятно, когда вы приходите в гостиницу, вы не можете там организовать, так сказать, собственное юридическое лицо. У вас нет таких полномочий, поскольку территория данная арендована. И по такой же схеме были, так сказать, организованы все государства на планете Земля. И вот в 1991 году эта ситуация принципиально изменилась. И таким образом мы с вами стали участниками интересного такого исторического процесса создания первого на планете Земля легитимного субъекта. Правда, на осознание этого факта понадобилось значительное количество лет. Вот сейчас, по прошествии 25 лет, мы с вами этот вопрос уже, так сказать, обсуждаем, осмысляем и, значит, готовы развивать эту ситуацию в пространстве и во времени. Вот таким образом, значит, давайте мы с вами, прежде чем начнем говорить о конкретных вещах, я хотел бы несколько слов и терминов из тех, которые часто употребляются в средствах массовой информации, вам привести для того, чтобы вы поняли, каким образом вас вводят в заблуждение. Чтобы начать этот разговор, хотел привести простой пример. Когда вас хотят накормить испорченным продуктом, ну, например, протухшим сыром, вот, то обычно на него вешают такую бирочку, деликатес, ну, вот, и потом протухший сыр вам скармливают. Вот, рассказывая о том, что это полезно. Вот, но когда вы, так сказать, тому человеку, который вам скармливает протухший сыр, даете, например, за плесневелый хлеб, он почему-то обижается. Вот, разница только в том, что он повесил бирочку, деликатес на протухший сыр, а вы не повесили бирочку, деликатес на заплесневелый хлеб. Вот и все. Вот, давайте, значит, поговорим сначала, для того, чтобы начать этот разговор всерьез, давайте поговорим с вами о терминологии, которая сейчас применяется в средствах массовой информации, и которая бестолково используется, и в которой плавают абсолютно все, даже очень высоко квалифицированные правоведы, включая членов Конституционного суда Российской Федерации. Ну, например, употребляется слово «Русь». Если мы возьмем словарь «Даля», оригинальный словарь «Даля», то «Русь» имеет значение «мир, бел, свет». Слово «Русь» обозначает «вселенная». То есть, «Русь» это не территория какая-то на материке Евразии, как многие себе представляют, а «Русь» это «вселенная». Вот, так сказать, словарь «Даля» живого великорусского языка трактует значение «мир, бел, свет». Вот у меня прям выписка с этого словаря, я специально ее взял. Вот, теперь возьмем слово «Россия». Значит, слово «Россия» обозначает, состоит из двух, имеется корень, корень «рос» в этом слове имеется, как раз с двумя буквами «С». Почему и родилось слово «Россия» с двумя буквами «С». Мы все помним, значит, особенно те, кто учился в Советском Союзе, что во времена Российской империи, значит, у нас был такой гимн «Гром победы раздавайся, веселися, славный рос». «Россы» это племена, которые населяют территорию России. И в переписи 1897 года, единственной переписи, которая была на территории Российской империи, «россы» обозначены в виде трех племен. Великороссы, Малороссы и Белороссы. Каждый из вас может заглянуть в эту перепись, она присутствует в интернете, и убедиться, что слово «Россия» обозначает земля племени Рос. Но это не юридическое лицо. Россия – это территория, часть суши. Так же, как Америка. Америка не является юридическим лицом. На территории Америки существует множество юридических лиц. Одно из которых называется США, другое – Канада, третье – Мексика, Бразилия и так далее. Существует Северная, Южная Америка, Австралия. Таким образом, слово «Россия» никакого отношения к юридическим лицам не имеет. Как вы знаете, присягу воины всегда дают юридическому лицу. «Служу Советскому Союзу», «Служу РСФСР» и так далее и тому подобное. То есть, все виды присяг, обязательств и договора заключаются от имени юридических лиц. Таким образом, манипулируя вот этими вещами, в Российской Федерации особенно это стало очень популярным. Мы с вами попадаем, так сказать, в некий капкан. Нам говорят, что Россия и Российская Федерация – это одно и то же. Объясняю. Российская Федерация – это юридическое лицо. А Россия – это территория. Связи между ними нет никакой. По одной простой причине. Российская Федерация объявила себя правоприемником Союза СССР. Кто-то из вас знает хоть один документ, который бы подтвердил правоприемственность Российской Федерации от имени Союза СССР, подписанной полномочными лицами? Такой документ в природе существует? Такого документа в природе не существует и существовать не может, поскольку Российская Федерация для Союза СССР является оккупантом. И таким образом мы все видим за последние 25 лет, что произошло на этой территории. На этой территории произошло следующее. Я не буду сейчас приводить никакие цифры, которые вы можете найти в интернете. Но вот перед нами такая интересная книжица, называется «Десять глобальных информационно-психологических ударок по современному терроризму и неофашизму. Историческая ретроспектива России, в скобочках СССР и ее будущее». Написали эту книжечку три автора – Бобков, Давыдов и Ефремов. Бобков Филипп Денисович, генерал армии, первый заместитель председателя КГБ СССР. Ефремов – генерал-полковник, академик безопасности, национальной безопасности. И Давыдов – полковник, кандидат военных наук, профессор. Так вот эти люди, один из которых был заместителем председателя КГБ СССР, а именно Бобков Филипп Денисович, сообщают нам в данной книжице своей, что урон, нанесенный Союзу Советских Социалистических Республик за время, так сказать, с 1991 года, по момент выпуска этой книги в 2015 году, составляет в 400 раз превышает урон, нанесенный во время Великой Отечественной войны. Это официальные данные. Это не я придумал. Вот вы можете ознакомиться с этой книжкой, авторов я вам назвал. Можете ознакомиться с этой книжкой, там есть эти цифры. Таким образом, Российская Федерация и ее, так сказать, сателлиты на территории Союза СССР, которые позиционируются, так сказать, сейчас на территориях бывших союзных республик, называют себя там государство Украина, государство Казахстан, государство Беларуси, занимаются ничем другим, как разграблением данной территории и геноцидом народов проживающих, коренных народов проживающих на данной территории. Наша задача этот процесс остановить. Теперь несколько слов про Российскую Федерацию. Все мы помним, что процессы, которые дезинтеграционные, которые начинались на территории Союза СССР, но они шли много лет, но в явном виде они начали проявляться тогда, когда начался парад суверенитетов. Вы помните, да, что в 90-91 году многие республики объявляли свой суверенитет. Так вот, объявляю вам, что это было театральное представление. Зачитываю вам главу из Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Союзная Республика – суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик. Объявлять о том, что масло масляное, не было никакого смысла. Был только один смысл – представить этот суверенитет в виде вседозволенности и свободы, некой свободы. Больше никаких задач у этого не было. Ввести население Советского Союза в определенное заблуждение по поводу суверенитета. Суверенитет уже был у каждой союзной республики, находящейся в Союзе СССР, начиная с 1977 года. Ну, если по этой Конституции. Он был по Конституции 1936 года и по предыдущей. Таким образом, началась вот такая сложная, так сказать, работа по разрушению сознания граждан СССР. Ну, вы помните, значит, искусственный голод, массовое уничтожение продуктов на территории СССР, создание, так сказать, дефицита по самым простейшим видам товаров. Это все было создано искусственно. Теперь давайте посмотрим, чем Конституция Союза СССР отличается от Конституции Российской Федерации. Вот перед нами Конституция Союза СССР. Сразу под словом «Конституция» написана фраза «Основной закон». Эта фраза является ключевой. То есть она переводит вот этот договор, поскольку Конституция в переводе на русский язык обозначает договор, вот она переводит этот договор в ранг основных законов. Вот официальное издание Конституции Российской Федерации. Надписи «Основной закон» нет. Таким образом, это просто, так сказать, брошюрка, которая разрушает ваше сознание. Вот разрушает правовые основы той системы, в которой вы находитесь, вот, вводит вас, так сказать, в заблуждение, и вы начинаете, так сказать, постепенно верить, что вы находитесь в некой структуре Российской Федерации, что якобы здесь действуют законы, законы Российской Федерации, и так далее, и тому подобное. Вот. Кроме того, значит, вы помните, что Конституция Российской Федерации принималась в 93-м году. За месяц до принятия Конституции было такое интересное событие. Называлось «Расстрел парламента Российской Федерации». Вот. Каким образом можно квалифицировать действия, как расстрел парламента в центре города Москвы? Все его видели, по телевизору смотрели. Десятки и сотни тысяч видели это воочию. Ну вот. Погибло там не менее трех тысяч человек. Я разговаривал с участниками этого процесса. Ну вот. Один из офицеров, который был старшим по этажу, вот, находясь в Белом доме, доложил мне, что на его этаже только погибших было не меньше ста. На одном этаже погибших не меньше ста. Как вы понимаете, погибали люди и в здании Верховного Совета, и вокруг здания Верховного Совета. Так вот, это действие, которое мы все, так сказать, воочию наблюдали в 93-м году, называется «Вооруженный захват власти». Относится к категории военных преступлений, не имеет срока давности. После этого, так сказать, Ельцин Борис Николаевич фактически уничтожил предыдущую структуру, которая называлась «Парламентская Российская Федерация» и создал новую структуру, которая называется «Президентская Российская Федерация», которая существует и поныне. Чтобы понять этот процесс, который происходил, значит, мы с вами давайте вот вспомним про такие проекты, которые существовали за рубежом, на иностранные деньги. Их, так сказать, спонсировали, финансировали и продвигали многие десятки лет. Карвардский и Хьюстонский проекты. В этих проектах было три этапа. Первый этап – это перестройка, его возглавил Горбачев Михаил Сергеевич. Второй этап – продолжение, его возглавил Ельцин Борис Николаевич. И третий этап – завершение. Его возглавляют два человека – Путин и Медведев. Первые два этапа, как вы понимаете, выполнены успешно. Задача первого этапа была уничтожение Союза СССР. В момент ухода Горбачева из власти Союза СССР он создал все необходимые условия для того, чтобы Союз СССР полностью потерял все органы и системы управления. Был создан нелегитимный государственный совет, который не прописан в Конституции Союза Советских Социалистических Республик. То есть это, скажем так, рукотворное изделие, в котором поучаствовали все главы всех союзных республик, включая президента Союза СССР на тот момент Горбачева Михаила Сергеевича. И таким образом первый этап был завершен. То есть распуск органов власти Союза СССР. Этап номер два. Уничтожение РСФСР. Вы можете почитать эти проекты. Там достаточно подробно написано о том, каким способом надо действовать на территории нашей страны, от чего конкретно мы должны быть избавлены, в какое состояние нас надо ввести. Борис Николаевич успешно выполнил эту работу. То есть он разрушил РСФСР как структуру, потому что РСФСР была собственная конституция 1978 года. Он перевел, так сказать, изменил название РСФСР на Российскую Федерацию. Вопрос. В тот момент, когда Борис Николаевич изменил название РСФСР, причем самостийно, собственным решением, не утвердив его в Верховном Совете, изменил название РСФСР на РФ, он после этого мог быть президентом в Российской Федерации? Да, вот вы правильно говорите. Дело в том, что РСФСР это другое юридическое лицо. Российская, Советская, Федеративная, Социалистическая Республика. А РФ это совершенно другое юридическое лицо. И если изменено название, то надо провести перерегистрацию данного субъекта. Таким образом, образовав нелегитимную Российскую Федерацию, в которой, кстати, Борис Николаевич никогда не был президентом, потому что, как вы все помните, его избирали президентом РСФСР. А в РФ он был просто, так сказать, медийным лицом, которое все по умолчанию принимали за, так сказать, главу данной территории. Вопрос, так сказать, по этому поводу следующий. А кто-нибудь Российской Федерации когда-нибудь передавал территорию? Ну, хоть один квадратный сантиметр. Таких документов в природе не существует. И, кстати, это хорошо прописано в Конституции Российской Федерации. Вот я сейчас беру еще один экземпляр Конституции Российской Федерации. Здесь написано статья четвертая. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Таким образом, мы с вами, прочитав эти два пункта в статье четвертой, понимаем, что в связи с тем, что Конституция Российской Федерации действует на всей территории Российской Федерации, а таковой в природе не существует, можем закрыть спокойно эту книжечку и больше никогда к ней не возвращаться. Для тех, кому этих фактов недостаточно, приводится следующий факт. Все мы с вами в 1993 году, ну, совершеннолетние на тот момент граждане Союза СССР, носили паспорта Союза СССР. Каким образом паспортом Союза СССР можно было принять Конституцию страны, не входящей в Союз СССР? Это действие называется юридически ничтожным. И каждый из вас должен понимать, что именно таким способом, производя многократные манипуляции с вашим сознанием, вас постепенно загоняли в некую компьютерную игру, которая называется независимые государства на территории Союза СССР, включая Российскую Федерацию, в которую 300-миллионный народ Союза СССР благополучно начал играть и играет уже 25 лет. Более того, заигрались настолько, что стали с удовольствием друг друга сажать по несуществующим законам, изымать средства или, например, выселять из квартиры гражданина СССР, который получил ее по ордеру в Союзе СССР бесплатно при помощи приставов другой страны. Я надеюсь, вы все можете в интернете найти множество фактов, когда граждан СССР выселяют из их жилья за неуплату. Вопрос, какое отношение имеет Российская Федерация к квартире, которую человек получил бесплатно в Союзе СССР. 95-98% жилья в Союзе СССР выдавалось бесплатно за счет средств Союза СССР. Вот таким образом постепенно изменяя ваше сознание, запутывая, не давая опомниться, потому что способов воздействия на ваше сознание существует великое множество. Один из них всем хорошо известен как СССР. На самом деле их несколько десятков тысяч. Сейчас мы не будем их все обсуждать. Но мы с вами попали в ту ситуацию, в которой сейчас находимся. Для того, чтобы осознать эту ситуацию, вот еще нам нужно хотелось бы привести такой пример. Дело в том, что в СССР, в Российской Федерации принималось множество программ, которые имели явно положительные тенденции. Ну, например, каждой советской семье отдельную квартиру. Получили? Не получили. Каждая советская семья не получила. Ну, или продовольственная программа «Всенародное дело». Видели? По всем на домах висели эти лозунги, во время демонстрации на 1 мая ходили с этими. Аналогичные программы принимались и в Российской Федерации. Хоть одна из этих программ выполнена. Ни одна программа с момента смерти Сталина, которая имела положительные тенденции, то есть давала людям, так сказать, права, возможности, перспективу жизни в этой стране, не исполнена. Включая весь период, который здесь существует, организованные преступные сообщества, именующие себя Российской Федерацией, государства Украины, государства Казахстана и так далее. Не исполнена. Но зато если мы с вами найдем такие скажем так неофициальные документы, которые называются протоколы сионских мудрецов, катехизм еврея СССР, речь, которую приписывают Минахиму Шниерсону наши планы относительно славян, прочитав их, вы удивитесь, эти программы исполняются практически дословно. Их никто не опубликовал, их никто не принимал, у них как бы нет автора, нам всем говорят, что это фальшивки, но почему-то эти программы очень серьезно и подробно исполняются. Последняя часть программы исполняется сейчас на территории Украинской СССР, а именно разжигание войны, выдавливание местного населения из зоны военного конфликта, как вы понимаете, в зонах военного конфликта местное население старается их покинуть, резкое обесценивание жилья, искупка третьими лицами всех этих активов жилищного фонда и так далее и тому подобное. Идет строительство новой Хазари. А кто исполняет эти документы? Сидящие в зале. Дело в том, что не осознавая многих вопросов, вы становитесь тем самым инструментом, при помощи которого выполняются абсолютно любые планы. Абсолютно любые планы. Вам по телевизору декларируется одно. В реальности те планы, которые исполняют администрации, присутствующие на нашей территории, никогда их не собирались выполнять. Они занимаются тем, что выполняют планы, которые написали их хозяева из-за рубежа. Для тех, кто в этом сомневается, можете посмотреть ролики депутата Государственной Думы Федорова, которые открытым текстом в эфире, на телеканалах, заявляют о том, что он является коллаборационистом, то есть сотрудничает с оккупантами, о том, что в Государственной Думе поступают приказы, в Государственную Думу Российской Федерации поступают приказы от посла Соединенных Штатов Америки, которые они выполняют. Это ни от кого не скрывается. Не скрывается по одной простой причине, что степень вашего заблуждения настолько велика, что уже нет смысла от вас что-либо скрывать. Вы в любом случае не осознаете действительности, таковой, какой она на самом деле является. И таким образом мы с вами большинство населения впало в морок, заблудилось в этих правовых дебрях, которые были понастроены за последние 25 лет на нашей территории. Я имею ввиду эти лжеправовые конструкции, лжеконституции, лжегосударства, бесконечное деление. Сейчас появились новые субъекты, якобы субъекты права, такие как ДЛНР, ЛНР, Северная Осетия, Приднестровская непризнанная республика и так далее и тому подобное. Огромное количество субъектов. Идет воплощение главного плана сатаны на нашей земле. Разделяй, стравливай и властвуй. Население Союза СССР ведет войну с самим собой, тем самым выполняя программы по уменьшению численности населения. Находится в состоянии морока, благополучно смотрит телевизор, благополучно получает образование, которое не имеет ничего общего с образованием. Расскажите мне, каким способом сотни тысяч и миллионы правоведов, которые находятся на нашей территории, допустили ту ситуацию, в которой мы сейчас с вами находимся. Вы думаете, никто из них не понимает, что на самом деле происходит? Они знают все прекрасно. И даже преподаватели в институтах, преподаватели в институтах, которые преподают на юридических факультетах, боятся сказать такую правду своим студентам, потому что знают, что им грозит за это увольнение. Но, как известно, так сказать, палач не может ничем оправдаться. Да, стрелял несчастных по темницам, потому что хотел принести кусок колбасы своим несчастным детям, то есть мы все оказались заложниками так сказать вот этой ситуации и сегодня я предлагаю вам вместе с той группой, которая уже создана руководством Союза СССР выйти из нее. Чем мы отличаемся от других групп, которые существуют на нашей территории. Вы про них наверное уже слышали. Две недели назад Федоров заявил о том, что он тоже возрождает СССР. 4 года не возрождал, не возрождал, хотел реформировать Российскую Федерацию и передать Путину Владимиру Владимировичу сверхполномочия, чтобы он так сказать твердой рукой навел здесь порядок. Наверное опять же по указке посла Соединенных Штатов Америки. Но тут вдруг две недели назад ему захотелось страшно возрождать СССР и он даже назвал Путина президентом СССР будущим. Очень такое хорошее интересное заявление. Гражданин Союза СССР, офицер Союза Советских Социалистических Республик, находящийся под присягой Союза СССР, гражданин Союза СССР Федоров, является депутатом оккупационной структуры, а именно Государственной Думы Российской Федерации собирается вас вести к светлому будущему. Вы бы доверили управлять своим имуществом вору, при том, что он сам заявил о том, что он теперь управляет вашим имуществом? Ответ очевиден. Ответ очевиден. Этого делать ни в коем случае нельзя. Более того, надо сопротивляться этому процессу любыми возможными способами. Для того, чтобы осознать, каким образом действует Российская Федерация, нужно задать самому себе несколько простейших вопросов. Имеет ли право гражданин одного государства, который никогда не менял свое гражданство, занимать должность в другом государстве, не являясь гражданином последнего. Если кто-то из вас не знает, объясняю, в Российской Федерации нет ни одного гражданина. По одной простой причине, они не прошли процедуру получения гражданства. Для того, чтобы пройти процедуру получения гражданства в Российской Федерации, нужно обратиться в Верховный Совет Союза СССР либо Верховный Совет Союзной Республики для того, чтобы получить документ, позволяющий вам выйти из гражданства. В билетне Верховного Совета Союза СССР такие записи имеются. На одном из предыдущих собраний мы опубликовали информацию, которую нам удалось получить в Российской государственной, в Ленинской государственной библиотеке, она же Румянцевская государственная библиотека, которая является хранилищем документов, в том числе и для нелегитимной Российской Федерации, мы получили комплект документов, которые называются билетни Верховного Совета Союза СССР о выводе из гражданства лиц с 1985 по 1991 год. Как вы думаете, сколько там человек выведено официально из гражданства СССР? 28. Из них только двое добровольно, остальные за совершенные преступления, большинство из которых квалифицируется как измена Родине, статья 64 Корреса СССР. Таким образом, мы с вами имеем точную информацию, которая связана с гражданством Союза СССР, ну а соответственно, войти в гражданство другого государства, не выйдя из гражданства СССР, невозможно. По одной простой причине, Конституция Союза СССР не предусматривала двойного гражданства. Таким образом, граждан Союза СССР, которые находятся сейчас в других странах, у нас очень приличное количество. Ну, например, в одной только Германии у нас граждан СССР, которые не вышли из гражданства СССР, 3 миллиона. Этот процесс миграции граждан с нашей территории и подданных вольных людей, он идет достаточно давно, и, как мы с вами знаем, он происходил и в 20-е годы, во времена так называемой гражданской войны, которой на самом деле никогда не было. Это была не гражданская война, это была интервенция. Во времена гражданской войны на нашей территории присутствовали контингенты десятка иностранных государств, я имею в виду военные. Поэтому тот процесс, который был у нас в 20-е годы, никак нельзя назвать гражданской войной. Это была иностранная интервенция, которая спровоцировала здесь серьезные междоусобные конфликты, разделила граждан на красных и белых. Но, подходя к зеркалу, красный гражданин почему-то не находил красноты, а белый почему-то не видел своего белесого лица. Эти признаки нам и ярлыки навешиваются специально только для того, чтобы разделить нас на некие группы по партийной принадлежности, по религиозной принадлежности, на красных и белых, на синих и желто-плакитных, на каких угодно. Задача очень простая, чтобы одни красные с нормальными так сказать лицами и другие белые с такими же нормальными лицами, где зачастую родные братья находились и в одной и в другой так сказать структуре, с удовольствием убивали друг друга, а те, кто наблюдал за этим процессом, потирали руки и ставили галочку, исполнен еще один пункт протокола всеонских мудрецов, например, или катехист евреи СССР. Вот и все. И пока мы с вами не осознаем это, что манипуляции сознанием ведутся, что это глубоко эшелонированная система, которая воспитывает наших детей практически с детского садика, вдалбливает ибо, так сказать, де юре несуществующие понятия, искажает реальность. И потом человек с этим искаженным сознанием идет по жизни в строго заданных рамках, вырваться из которых он не может. По одной простой причине, что он считает, что ничего другого, кроме того, что он знает, не существует в природе. А большая часть знаний, которые ему преподаются в школе, в институте, в техникумах, она является ложным. Вот таким способом мы с вами дошли до той ситуации, в которой оказались. И теперь еще раз возвращаемся к вопросу о легитимности представленных на территории СССР различных структур у которых в названии присутствует СССР. Ну, одна из них структура называется Ваинер СССР. Берем Конституцию Союза СССР, ищем Ваинер. Нету. Другая называется Союз Коренных Народов СССР. Берем Конституцию Союза СССР, ищем Союз Коренных Народов, не находим. Третья называется Съезд Граждан СССР. Берем Конституцию СССР и не находим. Что это обозначает? Это обозначает только одно, что эти структуры существуют в режиме общественной организации. Вопрос, у общественной организации есть право управления? В общественной организации такой ни целей, ни задач, ни прав таких нет. Общественная организация это объединение людей по интересам. Вот и все. Они могут проводить какие-то собрания, они могут беседовать, прояснять какие-то вопросы, готовить каких-то специалистов. Это абсолютно не возбраняется. Вопрос в том, что они не могут формировать органы власти. Пионерская организация не могла формировать органы власти. Или кто-то против. Поскольку в 1991 году включились законы войны и военного времени на нашей территории, существовал единственный способ возрождения Союза СССР. Он был мною реализован. Заявиться по законам войны и военного времени. что я сделал в суде. Я указал, что я офицер Союза Советских Социалистических Республик Тараскин Сергей Вячеславович согласно собственной воинской присяге, «Согласно действующего документа, который является удостоверением личности, а именно военного билета офицера Союза СССР, вступаю в данную должность». О чем нам говорят законы войны и военного времени? Каждый следующий по званию может занять место командира, который перешел на сторону врага, убит в бою, ну и так далее. Отсутствует по любым причинам. Естественно, эта иерархия должна работать с самого верху, но как мы с вами уже знаем, и я вам рассказал об этом, ни один из тех, кто должен был по своему воинскому званию и должности в Союзе СССР, эту должность не занял за 18 лет. Тем самым он не исполнил Конституцию Союза СССР, присоединился к решению, которое было обнародовано Горбачевым Михаилом Сергеевичем о том, что СССР прекращает свое существование и таким образом стал в ряд его подельников. Все высшее руководство СССР стало подельником. А офицеры, которые были рангом ниже, находились в состоянии морока. Морок это длился 18 лет и 2 месяца, после чего я сделал это заявление. Таким образом, через некоторое время, например, через год, это мог сделать любой гражданин СССР, любой, даже не имеющий военного билета. Потому что в Конституции Союза СССР, 62-я статья гласит, защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина. Таким образом, мы все понимаем, что люди, нарушившие воинскую присягу, отвечают за нее согласно собственной воинской присяге. Они сами ее лично приносили в свое время, когда либо служили в рядах вооруженных сил СССР, либо заканчивали высшие учебные заведения, проходили специальные курсы, где принимали присягу. Они сами лично принесли эту присягу. На одной чаше весов служения Союза СССР, а на второй чаше весов что у нас находится? Расстрел. Кто мне не верит, пожалуйста, почитайте. 64-я статья Союза СССР. Таким образом, люди принесли торжественную клятву в присутствии своих боевых товарищей. Им был выдан соответствующий воинский билет. На них был написан соответствующий воинский приказ, который и поныне хранится в Союзе СССР. И согласно этого приказа, они будут отвечать за собственную торжественную присягу, которую принесли в присутствии десятков, а иногда и сотен товарищей, с которыми вместе приносили эту воинскую присягу. А теперь давайте поговорим о том, что мы можем сделать на сегодняшний момент и на каком этапе мы находимся в процессе восстановления правовых основ Союза СССР. Мною и правительством СССР выпущено огромное количество документов, которые связаны с тем, что у граждан СССР появляются права, наделяющие их на этой территории особыми полномочиями. Таких документов с 2010 года выпущено несколько сотен. Сейчас не буду их перечислять. Вы познакомитесь с ними, поскольку этих документов очень много. Но они наделяют граждан Союза СССР особыми полномочиями на территории Союза СССР в связи с тем, что фактически вся территория СССР находится в состоянии оккупации организованными преступными сообществами, называющими себя государством. Вот такие у нас на сегодняшний момент ситуации. И давайте мы перейдем сейчас к некоторым вопросам, которых достаточно много собралось. И задают мне для того, чтобы я на них ответил. Сейчас я сяду, чтобы удобнее было читать. Возьму сначала большое, тут много отдельных вопросов. История вхождения в должность в Рео-Президента СССР. Я ее рассказал. Основные законы и подзаконные акты. Почему Рудской и другие генералы отказались возглавить возрождаемый СССР и отказались ли? Значит, то, что Рудской и другие генералы отказались возглавить процесс, это абсолютно объективная реальность. Если бы кто-то из них захотел, он бы мог это сделать. На основании собственной воинской присяги. Еще раз объясняю. Воинская присяга. Где вы обещали защищать Родину до последней капли крови? Защитили? Вот и все. Других оснований вам не надо. Если вы военнослужащий Союза СССР, у вас есть одно основание. Воинская присяга Союза СССР. Насколько легитимен вреу президента Тараскин по законам того же СССР? Законность должности президента до 1991 года. СССР по законам мирного времени СССР я не вступал в должность президента СССР. Я вступил в должность временно исполняющего обязанности. На сегодняшний момент я не являюсь президентом СССР. Я только временно исполняю его обязанности до наведения конституционного порядка на всей территории СССР и проведение законных выборов только после того, как на нашей территории средства массовой информации перейдут в руки СССР. На границах и таможнях станут граждане СССР. С нашей территории будут депортированы десятки миллионов бродячих здесь иностранных граждан, которые не имеют никакого отношения к нашей территории. Я имею ввиду китайцев, американцев, которые благополучно работают в структурах Российской Федерации, государства Украины и так далее и тому подобное. Уберутся с территории военные базы, как вы знаете, военные базы на территории СССР присутствуют в Прибалтике, на Украине развернут достаточно большой контингент. Например, штат посольства, американского посольства в городе Киеве составляет 14 тысяч человек. Это дивизия. У них имеются все необходимые силы и средства для того, чтобы в течение очень короткого времени захватить город Киев полностью. Как вы понимаете, это нормальная, полноразмерная, так сказать, армейская дивизия. И вот тогда, значит, когда это все случится, тогда в Рио президент Тараскин исчезнет и появится законно избранный по законам Союза СССР и по Конституции Союза СССР президент Союза Советских Социалистических Республик. Вот вторая часть вопросов. Законность должности президента в СССР до 1991 года. До 1991 года в Конституции СССР была прописана должность президента, но дело в том, что Корбачев так и не стал президентом Союза СССР, потому что его должен был утверждать по Конституции съезд народных депутатов, а этого не было произведено. Таким образом процедура вхождения Горбачева во власть была нарушена. И фактически он никогда не был президентом СССР, хотя эта должность и все нюансы связанные с ней были прописаны в Конституции 1977 года с изменениями и дополнениями на 1990 год. Какие обязанности возлагаются на граждан, которые будут зарегистрированы в Новом СССР, а также, как я понимаю, нужно будет все документы, которые были получены в РФ, передать на СССР. И последнее, но очень важное. Вы собираетесь попасть в Госдуму и отстаивать свои интересы? Дурацкий, конечно, вопрос. Какая Госдума в СССР? Какие обязанности возлагаются на граждан, которые будут зарегистрированы в Новом СССР? Обязанности гражданина СССР. Все мы потенциально являемся с вами гражданами Союза СССР, но только потенциально. Когда вы становитесь настоящим гражданином СССР? Как вы думаете, с какого момента вы можете назвать себя гражданином СССР? не по факту рождения, не предъявив свидетельство о рождении. Оно у каждого из нас есть, и там написано, что мы родились в СССР, РСФСР, и так далее. Это не принципиально. Принципиально, что в СССР было единое гражданство, Союз СССР. нет, не с момента осознания, а с момента начала действия. С момента начала действия. Значит, гражданин СССР, который платит налоги в Российскую Федерацию, служит в Российской Федерации, находится в рядах, предположим, вооруженных сил, силовых структур, некой структуры, которая оккупирует территорию СССР, он не является гражданином СССР. Он является тем самым коллаборационистом, про которого так прекрасно рассказал Федоров в своем интервью, назвав себя и своих товарищей профессиональными коллаборационистами, которые уже 25 лет в нескольких составах успешно на нашей территории продвигают законы, которые им присылают в виде заготовок из западных спецслужб и просто переводя их на русский язык, они их делают сначала законопроектами, а потом законами Российской Федерации, тем самым заводя ситуацию все глубже и глубже. Какие обязанности возлагаются на граждан, которые будут зарегистрированы? Я сказал, какие обязанности, действия. Гражданин СССР человек становится с того момента, когда он совершил некое юридическое действие. написал акт гражданского неповиновения всем структурам, кроме Союза СССР. И официально его представил в органы Российской Федерации. И сказал, что с этого момента я больше не плачу налоги. Вам оплачу налоги в Союз Советских Социалистических Республик, гражданином которого я являюсь. Вот мой документ, начиная от свидетельства о рождении и кончая военным билетом, у кого какие сохранились. Это не принципиально. Вопрос еще в том, что множество людей родилось уже после 1991 года. Являются ли они гражданами СССР? Объясняю. Являются. Гражданство СССР приобретается по следующим факторам. Прямо цитирую вам законы Союза СССР о гражданстве. Первым фактором является гражданство обоих родителей. Если оба ваших родителя были гражданами СССР, вы никак не можете стать жителем Боркино-Фасо. Никак. Вот хоть тресните. Не по внутренним, не по международным законам. Если оба ваши родители имеют гражданство СССР, вы в любом случае гражданин СССР. И выдача вам липового свидетельства РФ, Украины является ничем иным, как правовой фальсификацией, за которую данные лица обязательно будут отвечать. Также, как я понимаю, нужно будет все документы, которые были получены в РФ, переделать на СССР. Да, естественно, все документы, которые вы получили в РФ, включая различные права на собственность, то, все, множество документов, удостоверение личности, их придется переделывать в формат Союза СССР. Естественно, для этого они должны будут пройти определенную экспертизу, вы будете зарегистрированы в МВД СССР, кстати, МВД СССР уже воссоздана, есть глава МВД СССР, вот этот процесс уже начался, все ваши документы будут проверены, внесены в специальные списки, и в случае, если к вам нет никаких вопросов, начнется процесс постепенной замены, например, вы получили диплом в Российской Федерации, об образовании, или получили земельный надел и так далее, если у Союза СССР нет к этому документу никаких претензий, он просто будет заменен на легитимный, то есть нелегитимный документ будет заменен на легитимный в правовом поле Союза СССР. Так, вот, следующее, я гражданин СССР по закону о гражданстве СССР, и по наличию у меня свидетельства о рождении, если на местах такие граждане самоорганизуются, при этом не пройдут у вас подтверждения гражданства, будете ли вы с ними взаимодействовать, либо потребуете подтверждения гражданства, прежде чем утвердить выбранную народом должность. Ключевая ошибка в этом вопросе заключается в том, что человек спрашивает, прежде чем утвердить выбранную народом должность. Ребята, на оккупированной территории выборы не проводятся. Поэтому выбирать, значит, мы сейчас собирать собрание и выбирать кто из нас главный, кто второстепенный, мы не можем. Как известно, выборы на территории СССР всегда являлись всенародными. Если у нас нет единого дня голосования, если мы с вами не можем выбрать советы народных депутатов, то о каких выборах мы можем идти речь. Может идти речь. Выборы по интернету? Да, вы можете выбрать среди своих знакомых, которые у вас зарегистрировались в чате, на сайте и так далее. Но разве это выборы? Это подборка случайных лиц, которые симпатизируют вам или наоборот не любят вас. Это не важно. Важно, что она не отражает срез всего государственного, всего общества, которое живет на территории Союза СССР, большинство людей на нашей территории до сих пор не пользуются интернетом или пользуются им исключительно случайно для каких-то очень узких ограниченных целей, не пользуются им как информационным источником. Поэтому в СССР существовали специальные законы, которые связаны с выборами. Выборы должны быть всенародными, оповещение об этих выборах должно быть в центральных газетах дата голосования, процедура выборов, наблюдения за этими выборами, процедура учета всех лиц, приходящих на выборы и так далее и тому подобное. Это очень серьезная процедура, которая крайне затратная. Провести ее сегодня на нашей территории в связи с отсутствием здесь законных достаточного количества законных властей Союза СССР не представляется возможным. Поэтому назначения идут исключительно по военному принципу. Вышестоящий назначает нижестоящего. Идет формирование структур. Ну, принцип партизанского отряда. Только большого на весь Союз СССР. Поскольку я уже заявился, как временно исполняющий обязанности Верховного Главнокомандующего Союза СССР. Поэтому иерархия идет от меня. Существует премьер-министр Союза СССР, существует министр внутренних дел, ну и так далее. То есть существует Министерство Юстиции Союза СССР. То есть есть органы, куда вы можете прийти на работу на сегодняшний момент. Если на местах такие граждане самоорганизуются, не пойдут ли от вас подтверждения и не пройдут у вас подтверждения гражданства? Дело в том, что гражданство нам никому подтверждать не надо. Подтверждение гражданства, там какие-то справки, у нас есть государственная регистрационная палата на территории СССР, она работает уже в нескольких регионах. Дело в том, что вот эти справки, они требуются в основном для различных судебных разбирательств. подтверждение гражданства проходить никому не надо. Вы и так уже, так сказать, априори являетесь гражданином СССР. Вопрос в том, чтобы вы начали действовать как гражданин СССР, то есть совершили действие, которое бы вас квалифицировало как гражданин СССР. То есть исполнили 62-ю статью Конституции Союза СССР. Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина. Именно по этой статье в годы Великой Отечественной войны те, кто не принимал присяги в Союзе СССР, вешали. И кадры этих мероприятий вы можете увидеть в интернете. Сейчас, слава Богу, многие материалы времен Великой Отечественной войны рассекречены, выброшены в интернет. Поэтому гражданин СССР отвечает в двух частях. То есть если он военно обязан он отвечает согласно собственной воинской присяге, а если он не военно обязан он отвечает по статте 62 Конституции Союза СССР. Возможно ли было проведение избирательных кампаний по избранию народных депутатов на захваченных территориях во время Великой Отечественной войны? Если да, то как бы обеспечили проведение избирательной кампании? Конечно нет. Во время Великой Отечественной войны на захваченных территориях невозможно выбрать депутата. Ну если только сильно попросить об этом Гауляйтера. Но тогда как только вы приходите к Гауляйтеру вы становитесь коллаборационистом, то есть пособником оккупантов. И соответственно на вас распространяется и 62 статья Конституции Союза СССР и 64 УК РСФСР. Народ начал узнавать правду об СССР, начал формировать органы госвласти снизу, например избирать народных депутатов и прочее. Признаете ли вы такие шаги граждан СССР и как планируется работать с такими органами депутатами и прочее? Планируется ли? Я еще раз опять повторяется вопрос. То есть начал формировать органы госвласти снизу, например избирать народных депутатов. Еще раз говорю, народных депутатов на оккупированной территории избрать невозможно. У вас нет для этого физической возможности, потому что для того, чтобы избрать народного депутата Союза СССР, вы должны исполнить Конституцию и законы Союза СССР, в которых прописан порядок избрания депутатов. А соблюсти его на оккупированной территории вы не можете по чисто организационным причинам. Даже если у вас будут необходимые финансы, вы не сможете этого сделать по организационным причинам. Вы приглашаете работать в органы власти только под своей юрисдикцией. Не под своей юрисдикцией я приглашаю. Я приглашаю в органы власти под юрисдикцией под вашей работать. Вы находитесь в юрисдикции Союза СССР, а не я. Я-то об этом уже заявил 7 лет назад. А приглашаю работать тех, кто не заявил и не сделал пока никакого действия. Вы приглашаете работать в органы власти под своей юрисдикцией. Однако народные депутаты могут избираться гражданами СССР непосредственно на местах. Но опять повторяется вопрос о выборах. Выборы невозможны, мы уже с вами это обсудили. Слышал про временные паспорта СССР. Это правда. Если так, то где такой можно будет получить, когда будет выдаваться оригинальный паспорт СССР? Кто будет платить пенсию пенсионерам, если они получат паспорт СССР? Здесь много вопросов. Значит, временные паспорта СССР существуют в виде проекта. Такой документ существовал в Союзе СССР. Мы взяли его за базу. И временные паспорта СССР, возможно, будут выдаваться в Союзе СССР через некоторое время. Вот сейчас идет восстановление Министерства внутренних дел. Как вы помните, в структуре Министерства внутренних дел были паспортные столы, которые выдавали необходимые документы, в том числе и паспорта. В чем нюанс выдачи паспорта СССР? Для того, чтобы выдать паспорт СССР, надо иметь целиком воссозданную структуру МВД СССР и КГБ СССР. Это как минимум. А желательно и всех остальных силовых структур. Для чего это нужно? Каждый человек, который придет без документов, предположим, с одним свидетельством о рождении, и захочет получить документ, паспорт СССР или временный паспорт СССР, должен быть проверен на наличие 2, 3, 7, 8, 25 гражданства. На предмет причастности к разграблению богатства СССР, вывоза имущества СССР с ее территории и т.д. То есть это очень серьезная работа, которую невозможно проводить, собрав несколько человек за одним столом и просмотрев его документы. То есть человек должен пройти серьезную проверку. Поэтому, скорее всего, на первом этапе будут выдаваться временные паспорта, которые будут действовать на какой-то период времени. А после того, как появится возможность уже досконально проверять каждого гражданина, значит он будет приглашаться, если к нему никаких вопросов нет, временный паспорт будет заменяться на постоянный в органах МВД СССР или Государственной регистрационной палаты СССР. Какие документы надо для этого отослать и как взаимодействовать с ЦБРФ и Пенсионным фондом Российской Федерации? Ну, знаете, гражданину СССР нет смысла взаимодействовать с Центральным банком Российской Федерации. Дело в том, что не имея полномочий, вы только создадите определенный шум, некий фон, на который никто не будет реагировать. По одной простой причине. Для того, чтобы воздействовать на ЦБРФ, надо иметь соответствующие полномочия в СССР. Эти полномочия вы можете получить, находясь в структуре возрожденного по законам войны и военного времени Союза Советских Социалистических Республик. Ну и Пенсионный фонд тоже самое. То есть это достаточно большие структуры. Как вы понимаете, они развернуты на всей территории. И один гражданин в одиночку, не имея соответствующих полномочий, не может, ну скажем так, эффективно с ними взаимодействовать. Он может их просто предупреждать. Например, предупредить о том, что он гражданин СССР, что ему положено платить минимальную пенсию по меркам Союза СССР. Так сказать, минимальный доход у человека должен был составлять 70 рублей. В пересчете на сегодняшние деньги это составляет примерно больше, чем 210 тысяч рублей Российской Федерации. Вот по этому поводу можете с ним пообщаться. Но решить этот вопрос вам вряд ли удастся, потому что у вас нету соответствующих полномочий. Как защитить свою семью, детей, осознав, что мы граждане СССР, живя в РФ? У меня есть в собственности недвижимость, зарегистрированная органами РФ. Что будет с моим правом на эту недвижимость? Защитить свою семью, а кто-то на нее нападает? Вокруг такие же граждане Союза СССР. Ну да, находятся в морке. Если вы не совершаете никаких серьезных действий в правовом поле, то, собственно говоря, вы никому не интересны. Поэтому маловероятно, что семья и дети будут подвергнуты простого гражданина СССР, мы имеем в виду, поскольку это вопросы от обычных граждан СССР. Маловероятно, что вы кому-то интересны. Как видите, я уже 7 лет назад сделал соответствующее заявление. Через 24 часа, тогда был у нас президентом Медведев Дмитрий Анатольевич, через 24 часа, это документ, который я огласил в Зеленоградском суде 25 января 2010 года, попал к нему на стол. Соответствующий генерал со своими рекомендациями, писульками, ему его предоставили, но ничего страшного не произошло. Как видите, я до сих пор с вами прекрасно разговариваю. А если вы будете действовать как обычный гражданин СССР, тогда, ну скажем так, степень вашей безопасности многократно выше. Поэтому это не о чем. У меня есть... По одному человеку уходят. Каждую минуту по одному человеку уходят. Это подтверждает, что у вас будет интересно. Вы все собрались здесь, все это знают. А вы сегодня уходите. Вы уходите тогда, не уходите. Вы говорите, что нужно предпринимать. Вы говорите, как работать. Ну как работать, что надо делать? Пишите. Сейчас. Вы все знаем. Так напиши вопрос. Так вы прямо дайте задать вопрос. А то писать не у всех есть ручки, чтобы писать. Сейчас дадим. Сейчас дадим. Не вопрос. Финансирование восстанавливающихся структур Управления СССР. Финансирование восстанавливающихся структур Союза СССР возможно только одним способом. Изъятие средств Союза СССР у нелегитимных субъектов права, где бы они ни находились. Как вы знаете, Союз Советских Социалистических Республик является учредителем Федеральной резервной системы. Этот документ был принят на Бреттон-Вунтской конференции во время войны 1944 года. Бреттон-Вунтская конференция, по-моему. Сейчас не помню. Да, Бреттон-Вунтская конференция в 1944 году. Значит, документ был принят в 1944 году. Официальное, так сказать, право учредителя Федеральной резервной системы, которая находится на территории Соединенных Штатов, было передано от Российской империи к Союзу СССР. Таким образом, все средства, которые обращались в Федеральной резервной системе, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки, и которой, как денежной системой, сегодня охвачена примерно половина всего, что производится на планете Земля, принадлежит на 88,8% Союзу Советских Социалистических Республик. Ну, вот вам простой, так сказать, ответ. Когда будет действовать Банк СССР для предпринимателей? Госбанк СССР действует. Но он находится, так сказать, сейчас в руках Российской Федерации. Госбанк СССР никогда не закрывался. Он существует как официальное, так сказать, юридическое лицо. Более того, зайдя на сайт Центрального банка Российской Федерации, вы можете увидеть ежедневные торги по курсу, по советскому рублю. За один советский рубль дают от 40 до 60 копеек, в зависимости от даты, месяца и года. Можете сами зайти на сайт ЦБ РФ и посмотреть курсы советского рубля на тот момент, который вас интересует. Куда можно обратиться для перехода под юрисдикцию РСФСР в регионах? Я предприниматель, могу ли, могут ли мне запретить заниматься предпринимательской деятельностью? Мне хотелось услышать так называемый план на пятилетку, на переходный период и более подробно о модели безденежного хозяйства. Значит, куда можно обратиться для перехода под юрисдикцию РСФСР? Дело в том, что в Союзе СССР до самого окончания его, так сказать, до распуска его органов существовало прописанное в Конституции гражданство РСФСР, но никогда оно фактически не было реализовано. У вас в паспорте ни у одного гражданина Советского Союза не было в паспорте вписано гражданство Союзной Республики. Таким образом, возможность такая была, стать гражданином, предположим, РСФСР или другой республики, но она не была реализована. По каким причинам, это уже, как говорится, другой вопрос. Но дело в том, что мы сейчас возвращаемся еще к вопросу о том, как проходил референдум Союза СССР. Дело в том, что в референдуме не участвовало ни одно юридическое лицо, которое называется Союзная Республика. Таким образом, референдум утвердил только обновленный Союз Советских Социалистических Республик без административных границ внутри его. Еще раз объясняю. В референдуме Союза СССР ни одна союзная республика, как отдельное юридическое лицо, не принимала участия. Принимали участие граждане СССР с паспортами СССР. И независимо от того, в какой республике тебе выдали паспорт СССР, ты был всегда гражданином СССР. И с этим паспортом мы голосовали. Гражданство Союзной Республики отдельно в паспортах Союза СССР не обозначалось. Хотя такая возможность была. Я предприниматель, могут ли мне запретить заниматься предпринимательской деятельностью? Никто вам не может запретить заниматься предпринимательской деятельностью, поскольку такая была в Союзе СССР. Называлась она «Кооперативы и артели». Как вы помните, на всех сельских магазинах было написано «Кооп». Помните? Это система кооперации, общесоюзная, в которой работали частные хозяйства, частные предприниматели, частные производители. Почти все золото Союза СССР добывалось частными артелями. На тех участках, где применение государственных программ было неэффективно, применялись частные предприниматели в том или ином виде. Они существовали и во времена, и до войны, и при Сталине, и после войны, и существовали до самого конца 1991 года. И соответствующее законодательство Союза СССР, в котором прописаны условия существования частных предпринимателей на территории СССР, оно существует. Поэтому здесь никаких опасностей нет. Просто юрисдикция и правила общения, уплаты налогов, они будут другие. Вот и все. Мне хотелось услышать так называемый план на пятилетку или на переходный период и более подробно о модели безденежного хозяйствования. Представьте себе на секунду. Гитлеру обращаются в 1940 году. А нельзя ли опубликовать план, который назывался «Особая папка Барбаросса» в центральных средствах массовой информации, чтобы мы заранее подготовились к вашему нашествию на Союз Советских Социалистических Республик? Как вы думаете, как бы прореагировал на это верховный главнокомандующий германскими войсками? План на пятилетку? А что, на нашей территории не существует как минимум нескольких сотен тысяч людей, которые впрямую работают на, так сказать, иностранные государства, которые впрямую являются изменниками Родины, Союза СССР? Вы не знаете об этом? И вы хотите, чтобы планы опубликовывались в средствах массовой информации? Так по ним примут соответствующие решения. Но только те, кто противодействует этим планам. А вы, как обычный гражданин СССР, не сможете их поддержать, потому что у вас для этого ни сил, ни средств. Вы, только находясь в структурах Союза СССР, обретаете необходимые полномочия, становитесь частью большой организованной структуры и обретаете сил и мощь всего государства Союза СССР. Хотел бы услышать про Беларусь и другие республики. Почему там тишина? Ну, там на самом деле не тишина. Во всех республиках не тишина. Вопрос в том, что в Беларуси пока не нашлось смелых людей, которые готовы, так сказать, ну, скажем так, серьезно с нами взаимодействовать. Хотя первые люди уже есть. Я имею в виду, посты не заняли по Беларуси, но, например, такие, как уполномоченные по правам человека в СССР и так далее. Вот на такие посты люди находятся и в Беларуси, и на Украине, и в Казахстане, и так далее. Хочу услышать мнение Мальца и его намерениях. Как вы взаимодействуете с ним, с его командой? Никак не взаимодействую. Про Мальцева ничего не знаю. Пару раз случайно видел его в интернете, чем занимается даже не представляю. Видео в Ютубе, что Федоров сказал, что будет переделывать документы о развале СССР, типа будет считаться уже правдивым документом. Почему он РФ и РСФСР называют одним и тем же субъектом права? Федоров вообще, так сказать, очень интересный тип. Во-первых, открыто заявил, что он союзник оккупантов, рассказал всем подробно по телевидению, как он исполняет вместе со своими товарищами по Единой России поручение посла Соединенных Штатов Америки. И почему он РФ и РСФСР называют одним и тем же субъектом? Потому что он хочет, чтобы вы верили, что РФ и РСФСР это один и тот же субъект. Напоминаю вам, Конституция РСФСР принята в 1978 году. РСФСР является социалистическим государством. РФ к этому отношения никакого не имеет. Тем более та РФ, которая образовалась в результате расстрела парламента, то есть в результате тяжелого воинского преступления. Подрывная информационная деятельность гражданства и паспорта СССР или шаг для собрания народных депутатов для выборов управленцев в государственный аппарат. Это про Негребу и Московское КПЕ. Гражданство и паспорт СССР или шаг для собрания народных депутатов выборов управленцев в государственный аппарат. Ну, то же самое, значит, здесь речь идет о выборе. Значит, еще раз объясняю. Выборы не можем мы провести, потому что по законам СССР там были прописаны достаточно жесткие условия этих выборов. Сейчас их выполнить на оккупированной территории невозможно, поэтому только исключительно жесткая вертикаль, как в партизанском отряде, как в воинском подразделении. Будет война, вопрос. Например, РФ начнет информационную войну, усилить зомбирующие действия НЛП, внушение купленной СМИ, подтасовка фактов и так далее. Есть технологии. Затем волнение в массах усилится, появятся позиции, повстанцы как в фильмах. Ну, дело в том, что в любом случае, скажем так, силовой фактор в определенный момент будет задействован, исключить это невозможно. Наша с вами задача – минимизировать любые, так сказать, потери. Для этого нужно, чтобы значительное количество людей Союза СССР пришли добровольно работать в структуры Союза СССР, заняли там посты и действовали согласно своих полномочий, не как, так сказать, самостийные, стихийно организованные отряды. Ну, например, вы помните, был такой случай, это на Дальнем Востоке у нас были партизаны. Вот так вот, командир того отряда, он заявился как офицер Союза СССР. Ну, вы помните, чем дело закончилось? То есть они, не организовав соответствующие структуры, они действовали только при помощи силы. Они действовали только при помощи силы. Соответственно, значит, им придали статус бандитов, и они были, так сказать, частично уничтожены, частично, так сказать, посажены в тюрьму. Так вот, чтобы таких, скажем так, перегибов не было, и чтобы граждане Союза СССР, в том числе находящиеся на стороне Российской Федерации, не пострадали от самостийных действий других граждан СССР, которые слишком рьяно, не имея соответствующей правовой подоплеки и подготовки, берутся, так сказать, вручную наводить порядок, чтобы этого не происходило, я предлагаю вам всем вступать в организованные структуры. Армию Союза СССР, МВД СССР, КГБ СССР и так далее. Кстати, один маленький нюанс, который мало кто знает. В Конституции Российской Федерации не существует армии. Кто об этом знал? Поднимите руки, пожалуйста. Вот видите? Поэтому армейские подразделения, которые существуют, от имени Российской Федерации, являются наемниками, сателлитами НАТО. Ну, как рассказал нам, так сказать, господин Федоров, они действуют исключительно по указке посла. Если он сказал принять, они принимают. Если сказал не принимать, они снимают данные вопросы с голосования. То есть они формируют всю правовую базу Российской Федерации исключительно по указке извне. В этом он уже признался. Я надеюсь, все его, так сказать, выступления запротоколируют соответствующий военный трибунал Союза СССР, вызовет гражданина Союза СССР, депутата Федорова, в военный трибунал и принят по нему соответствующее решение. Да. Давайте. Секунду. Так, значит, у нас с вами по регламенту осталось примерно час-десять минут. До трех часов мы планируем проводить эту встречу. После встречи вы сможете пообщаться лично. Вопросы, которые не будут освещены, потому что, ну, я уверен, что их очень много, желающих очень много, а времени очень мало, как всегда. Вы их можете записать. Уже люди пишут. Вот, передают на бумажках свои вопросы. Вы их обязательно записывайте, все вопросы. Сюда передавайте. После встречи сможете их просто прийти положить. Мы постараемся в течение какого-то времени после этой пресс-конференции записать ответы на все ваши вопросы. Отдельное видео сделаем. Значит, сейчас мы переходим к вопрос-ответ. Собственно, вот этот молодой человек, у него будет микрофон. Желающие задать вопрос поднимают руку. Организованно. Он подходит, дает вам микрофон. Вы задаете вопрос. Я вас очень прошу задавать вопросы коротко, конструктивно. Не задавайте тех вопросов, которые уже были освещены, потому что, в принципе, Сергей Вячеславович очень много сказал уже того, что, ну, как бы... Ну, в общем, вы поняли, да? Он много чего сказал хорошего, он много ответил на вопросы. Не нужно их задавать по 20 раз одно и то же. Задавайте только те вопросы, которые еще не были заданы. Я прошу вас, пожалуйста. У меня дополнение. Эдоси Альберта Унович, полномочный представитель президента СССР Тараскина Сергея Вячеславовича по Смоленской, Тверской, Псковской, Могилевской, Витебской областям. У меня дополнение к ответу Сергея Вячеславовича по поводу Белоруссии. Вновь были отправлены документы Сергея Вячеславовича Лукашенко, Могилев и Витебск. Лукашенко промолчал, Витебск молчит, Могилев прислал, мы не поняли, что вы нам прислали. Это обычный ответ прокуратуры, МВД, ФСБ и всех остальных. Насколько я знаю, в Минской области, в Борисове, есть представитель, пытается там восстанавливать структуру СССР. Кого интересует Могилевская, Витебская область, пожалуйста, ко мне. Скайп с СССР-право, латинскими буквами. Почта такая же, с СССР-право, собака, яндекс.ру. Эдоси Альберта Унович, найдете меня во всех социальных сетях. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вопрос следующий. Смотрите, вы говорите о том, что из страны при восстановлении Советского Союза будут репатриированы и изгнаны все инородцы. Ну, те, кто сюда приехали. А кого вы считаете инородцами? Тех русских, которые вернулись из-за красной чумы, которая здесь была, оккупационный режим, иудейский, который здесь на крови провернули и создали СССР. Это вы хотите сказать? То есть миллионы людей, которые вернулись, вы будете опять их репатриировать? За то, что они не хотят быть краснопозами. Не работает микрофон. Раз, раз. Значит, репатриировать бывших граждан СССР никто не собирается. Бывших, которые не признали себя гражданами Советского Союза и уехали с Белогвардии. Подожди, подожди, подожди. Значит, то, что касается подданных и вольных жителей Российской империи. Значит, в Российской империи было подданство, как мы знаем. Так вот, те, кто уехали из Российской империи и считают себя по духу, так сказать, нашими людьми, мы их, наоборот, с удовольствием приглашаем. Более того, мы их всех пересчитали. Их 124 миллиона находятся за территориями Союза СССР. Этих граждан мы, наоборот, приглашаем вернуться на нашу территорию, включиться в процесс воссоздания собственной Родины, привести сюда свой опыт своих, так сказать, потомков. Понятно, что за эти почти 100 лет произошла смена поколений. И мы с удовольствием их будем встречать на нашей территории. Более того, мы готовы им предоставить подданство и вольности, которые были в законодательстве Российской империи, согласно Конституции, принятой в 1906 году. Я уже говорил об этом на других выступлениях, о том, что мы возрождаем все субъекты, которые когда-либо были на нашей территории. Поэтому, наоборот, мы хотим сконцентрировать все силы и средства, которые рассыпаны сейчас по всей планете Земля. Часть наших граждан живет в Австралии, в Южной, Северной Америке и так далее. Мы об этом хорошо знаем. Я еще раз говорю, их 124 миллиона выходцев с территории Союза СССР, Российской империи и Царства Русского. Во все времена часть людей эмигрировала по тем или иным причинам. Кто-то остался на Аляске жить после того, как Аляска перешла под юрисдикцию Соединенных Штатов. Там до сих пор живут наши соотечественники. Мы их с удовольствием возьмем обратно в свою юрисдикцию. Если они захотят жить в юрисдикции Российской империи, из которой они когда-то выбыли, мы... Конечно, возьмем. А что нам мешает? Вот смотрите, вопрос на самом деле интересный в каком плане. Дело в том, что вот сейчас многие удивляются, а как может существовать юрисдикция Российской империи и юрисдикция СССР одновременно? Может она существовать? Нет. Может. Может. На территории Союза СССР одновременно существовало 16 юрисдикций. Никаких проблем не было. Была юрисдикция каждой из союзных республик и юрисдикция Союза СССР. И мы прекрасно все взаимодействовали. Для этого надо заключить соответствующие договора. Вот и все. О взаимодействии, о распределении полномочий, о, так сказать, отношении к гражданам, находящимся по той или иной юрисдикции. Вас же никто не преследовал за то, что вы житель Казахстана, например, или Украины. Вы были наравне со всеми остальными юрисдикциями. Дайте, пожалуйста, микрофон людям, которые хотят. Вот, тянут руки. Пусть задают вопросы. Не просто с Аляской. Мы заберем всю территорию выше 36-й параллели. Здравствуйте. Станислав Завут из Чеховского района Московской области. Скажите, где можно, в каком документе СССР ознакомиться с перечнем структур управления СССР, которые хотелось бы создать в своем районе Чеховском? И что необходимо подать желающему, вам, для того, чтобы организовать форму взаимодействия? Какие документы для этого нужно подать? Для этого первое, что надо сделать, надо обратиться либо в Министерство юстиции Союза СССР, либо в отдел кадров Союза СССР и получить там необходимые, скажем так, первичные инструкции. Но еще раз говорю, для того, чтобы занять какой-либо пост, надо иметь определенную правовую подготовку. Если человек никогда не управлял даже бригадой, так сказать, плотников, а собирается управлять районом, то возникают определенные сомнения в его компетенции. Для того, чтобы эти сомнения устранить. На сегодняшний момент для тех, кто готов войти в Союз СССР, управлять регионами, районами, областями, республиками, нужно сделать только одно. Написать соответствующий план, который связан с жизнью этой республики на текущий момент. Ну, то есть, план исследования. То есть, для этого не нужно планировать все наперед и прописывать действия, которые вы готовы совершать в каком-то далеком будущем. А просто надо провести ревизию. Первое, историческую данного района, в котором вы хотите главенствовать, и промышленную. То есть, что может выпустить этот район, какие силы и средства, количество жителей, виды производств существуют на данной территории, чтобы вам могли спустить реальный план сверху. Потому что, если вы не знаете, сколько на вашей территории заводов, сколько вы можете поймать рыбы или вырастить хлопка, или других каких-то продуктов создать, вы находитесь, так сказать, в состоянии прострации. То есть, вы пишете, так сказать, исследование и план, по которому можно будет сделать заявку централизованно на ваш район на ближайший год. Вот если такое исследование вам по зубам, вот, то мы с удовольствием приглашаем вас, значит, занять этот пост. Ну-ка, ну-ка, еще раз. Любую структуру, только вопрос только в том... Я вам говорю, значит, вы должны сначала заявиться, что вы хотите возглавить. Если вы хотите возглавить сельсовет, вот, это одно. Если вы хотите возглавить республику, это другое. Вот. Для этого вы должны заявиться. Вы должны сами заявиться. У меня есть претензии. Я хочу управлять городом, районом, поселком, тем, семь, пятым, десятым. Потом начинается обычный кадровый процесс. У вас берутся все документы. Вот. Проверяется ваше образование. Так сказать, стаж по профессиям, которые вы имеете. И сопоставляется с тем, что вы, так сказать, заявляете. Вот. Между ними должно быть, ну, хоть какое-то, хоть какое-то созвучие. Понимаете? Потому что, если человек, так сказать, не имеет вообще никаких навыков и никогда не работал нигде, никаким организатором, то маловероятно, что вот он вдруг завтра станет великим и могучим, так сказать, губернатором области, там, главой района, там, кем угодно. Вот и все. Заявитесь сами. Ну вот. А потом в процессе, так сказать, разбора ваших документов в отделе кадров выяснится, можете ли вы действительно исполнять эту должность. А то хочу быть слесарем, а, так сказать, ПТУ не заканчивал, а разряда не имею. А каким образом ты будешь работать? Хочу работать на станке, а станка в глаза никогда не видел. Вот. Так же и здесь. Вересов Игорь Иванович. Новгородская область, Великий Новгород, не путайте с Нижним Новгородом. Значит, у меня такой вопрос. Значит, основываясь на учениях Карла Марса, мы все понимаем, что прибыль получает тот, кто имеет, значит, право собственности средств производства, на средства производства. Значит, я, например, лично знаю только двух человек, ну, так сложилось, которым бы я доверил, допустим, средства производства для благосостояния своего и своей семьи, да. Но здесь получается проблема, что их очень мало, их единицы. Вокруг них обязательно будет 90% сионистских стервятников, которые, используя средства производства и труд моих сограждан, будут извлекать прибыль, направят ее на подкуд чиновников для захвата власти. То есть, ну, это мы вот видим примерно в Российской Федерации, да, что же сейчас происходит, разгул олигархии. Нет, в чем вопрос? Олигархии. Я задам вопрос. Меня интересует, какую модель СССР мы восстанавливаем? То есть, с правом собственности средств производства у частных лиц, либо с правом собственности на средства производства, принадлежащие народу? А что, разве в Конституции СССР было право собственности на средства производства у частных лиц? То есть, этого не будет, да, я правильно понимаю? Зачем вы задаете вопрос, который прописан в Конституции Союза СССР? Там же черным по белому написано, что средства производства принадлежат Союзу СССР, это общенародная собственность. Допустим, в редакции 90-го года, там есть момент, допустим, на частную собственность, да, на право собственности на средства производства. Или я ошибаюсь? Она есть, но в небольших масштабах. Она есть, но в небольших масштабах. Вы никогда, скажем так, в системообразующую собственность, вы никогда не приобретете в СССР свою собственность. В СССР же были монополии, вы же помните, были монополии, которые принадлежали государству на хлеб, на сахар, на алкоголь и так далее. Соответственно, частник не может владеть этими вещами по одной простой причине. Частник не может диктовать условия государству. Нельзя отдавать, так сказать, системообразующие отрасли в руки частных лиц. Вот они сейчас в руках частных лиц. Вы видите, к чему это привело? Это катастрофа. Я как раз об этом и спрашивал. Это же понятно. Благодарю за ответ, благодарю. Значит, вы там в начале вопроса, вот еще сказали там про учение Карла Маркса, да? Вот так смотрите, все очень просто, оказывается, все ответы есть в Конституции. Вся власть в СССР, статья 2 Конституции СССР, принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть через советы народных депутатов, составляющие политическую основу Союза СССР. Все. По-моему, все понятно. То есть власть принадлежит народу, а народ через советы народных депутатов продвигает свою волю на все уровни. Начиная от поселковых советов и кончая Верховным Советом. Давайте. Можно? Здравствуйте. Вячеславович. Да. Я родился в Советском Союзе в 78-м году. Я изучаю 8 лет концепцию общественной безопасности и знаю о том, что власть существует не только исполнительно-законательно-судебное, но еще и идеологическое и концептуальное. В связи с этим у меня вопрос. Теоретической платформой Советского Союза при его создании и в течение всего его существования был марксизм-лининизм. Это труды Маркса, Энгельса, Ленина. А изначально это было развитие философии Декарта и Фрэнсиса Бэкона, которые являются масонами, но и по сути материалистической философии. Допустим, получится восстановить Советский Союз в территориальных границах, юридически, а содержательно вы собираетесь на этой же платформе продолжать дальше? Ну, вот, опять же, плохое отслеживание реальных событий в Союзе СССР. Дело в том, что Коммунистическая партия Советского Союза, которая продвигала ту идеологию, о которой вы сейчас сообщили нам, самоустранилась от власти еще во время Советского Союза. Вы же помните, что Коммунистическая партия Советского Союза перестала быть, так сказать, основным субъектом права и власти на территории Союза СССР, когда была объявлена многопартийная система. То есть, все. Этот вопрос был решен еще в СССР. Нам его уже решать не надо. КПСС от власти, как, так сказать, монополия, устранилась еще во времена Союза СССР. И сделано это было руками самих членов Коммунистической партии Советского Союза. Поэтому нам в этой части делать ничего не надо. Они сами ушли от этого. Идеология очень простая. Вот, хотел вам сказать несколько слов про идеологию, потому что многие ищут, ну, разбирают различные философские концепции. Вот, рассказываю, их в природе не существует. По одной простой причине. Ну, давайте, вот, раз вы говорите про идеологию, давайте я вам приведу простой пример. Значит, есть такая, так сказать, концепция существования государства, называется капитализм. Все мы знаем прекрасно, вот сейчас большинство государств на планете Земля имеют так называемый капиталистический строй. Но капитализм есть, например, в Индии. И капитализм есть в Швеции. Вот шведский капитализм, он больше похож на коммунизм, про который мы мечтали в Советском Союзе. Я верно говорю? Шведский капитализм. Хотя называется капитализмом. А вот капитализм, который есть в Индии, больше похож на первобытной общины в перемешку с рабовладельческим строем. Потому что основная масса населения поражена в правах, занимает нижнюю касту и является, так сказать, таким рабочим быдлом, который, так сказать, использует верхний каст. От того, что вы назвали капитализм, социализм, африканизм, фрейдизм, марксизм, все что угодно, это чушь собачья. Значит, объясняю. Есть такие простые русские понятия. Честь, совесть и справедливость. Вот если есть в системе управления такие понятия, как справедливое распределение продуктов, так сказать, общественного производства среди граждан, населяющих данную страну. В ней жить хорошо. Если нет такого понятия, как вы не называете ее капитализм, социализм, социализм с человеческим лицом, чего мы только не видели. Но это все, я еще раз вам говорю, все эти концепции философские, это обманка, это та самая морковка, которая висит перед носом. И всем говорят, пошли в капитализм. Ребята, в какой капитализм вы идете? Вот мы в 1991 году пошли в капитализм. Но мы забыли, что существует капитализм, как рабовладельческий строй, на примере Индии. Древний, дремучий, где миллионы людей просто умирают от голода на улицах. И существует капитализм в виде шведского капитализма, где, так сказать, существует справедливая налоговая система, где существует нормально действующая законная власть и так далее. Вот и все. То есть, если вы применяете простые правила, простые правила, которые называются честь, совесть и справедливость, а во главу угла поставите, любого государства поставите интересы здоровой семьи, вот есть такое понятие, как здоровая, мельчайшая ячейка общества, семья. Отец, мать, дети, родители отца, родители матери и так далее. Вот если через призму их интересов просмотреть законы, которые действуют в данном государстве, у вас получится идеальное государство. Ну вот расскажите мне, значит, здоровой советской семье интересно, чтобы кто-то на территории Союза СССР торговал наркотиками? Конечно, нет. Все, мы принимаем соответствующие законы. Вы хотите за счет собственной, вот у меня четверо детей своих собственных. Я, как отец многодетный, готов из своего собственного бюджета платить, так сказать, террористам, всяким там насильникам, которые сидят в местах не столь отдаленных, содержа их каждый месяц. Вот я готов, как отец, если я в здравом умеетрию, все вопросы решаются. Все вопросы решаются, как только вы применяете обычную, простейшую логику. Интересы семьи, как мельчайшие ячейки общества, нормальной здоровой семьи. И такие понятия, как честь, совесть, справедливость. Все. И вся вот эта шелуха, которую разработали за последние там 300-400 лет всяких философов и, так сказать, мыслителей так называемых, это чушь собачья. Она не имеет никакой подосновы. Она имеет только одну задачу, разделить общество на части. Вот сначала разделились на социализм, капитализм, потом начали воевать друг с другом, потом две мировые войны прошло. Вот к чему приводит. Это, казалось бы, невинная философия, которой занимались там некоторые ребята за границей, сидя, так сказать, там на своих чердаках за письменными столами, изобретая различные концепции. Они разделили людей. Точно так же, как нас делили в свое время на красных и белых, как сейчас делят людей на Украине и так далее и тому подобное. Этот процесс идет всегда. Давайте его останавливать. Давайте этот процесс останавливать и оздоравливать наше общество. Выкидывать вот эту всю ненужную шелуху. Эти дурацкие морковки, которые висят перед глазами, не дают людям увидеть красоту, так сказать, и справедливость настоящего мира, а зовут нас в какую-то бездну, где бесконечное количество партий каких-то. Это эти, так сказать, единороссы, эти, так сказать, коммунисты, эти африканисты, эти те, эти все. Давайте все это забудем. Давайте будем жить, как и жили наши предки, одной семьей. Вот и все. Здравствуйте. Андрей Бахар, Смоленск. У меня конкретный вопрос, ради которого я приехал. И на который у меня Альберт из Смоленска не ответил. Я к ним контактирую. Я предприниматель, фирма, даже не одна. Вот завтра я начинаю платить налоги вам, а не в Российскую Федерацию. После завтрака вне, наверное, через месяц приходит полиция с собакой, с приставом и прочее. Мои действия. То же самое относится к взаимодействию с банками, с кредитами, с налоговым на имущество, с недвижимостью. Это все из одной серии. Мои действия. Для того, чтобы вам сделать это действие, надо сначала создать структуру, в которой вы будете совершать это действие. То есть не в одиночку его совершать. Я уже говорил, что гражданину Союза СССР, как одному лицу, нет смысла тягаться с такими большими структурами, как Госбанк СССР, Федеральная служба судебных приставов, МВД РФ и так далее и тому подобное. Вы должны понимать, что сначала вы создаете структуру, которая может работать в этом поле. То есть получаете назначение, проводите работу. Понимаете, все хотят получить результаты мгновенно. То есть вот я завтра перескочу, так сказать, перепрыгну. Нет, ребят, вы сначала сами осознайте. Вы предприниматель, у вас есть работники. Работникам своим объясните. Создайте из них нормальную ячейку здравомыслящих граждан СССР. А потом, когда у вас будет уже нормальная структура, когда у вас появятся в этой структуре соответствующие юристы, глава у вас есть, кстати, в Смоленской области, и совместно с ним занимайтесь этой работой. Противодействуйте. То есть напишите письмо о том, что вы отказываетесь платить налоги в Российскую Федерацию. И ведите по этому поводу соответствующие судебные тяжбы. Еще раз говорю, мгновенный прыжок не получится. Мы находимся сейчас в состоянии переходного периода. Волей-неволей мы вынуждены взаимодействовать с Российской Федерацией. Мы к этому ее, кстати, приглашаем. По одной простой причине, что большинство тех, кто находится в Российской Федерации, работают граждане нашей страны. И мы обязаны учитывать фактор, который называется добросовестное заблуждение. Большинство граждан советской страны находятся в состоянии добросовестного заблуждения. Вот этих добросовестно заблуждающихся мы должны беречь и перевести их спокойно из состояния РФ в состояние Союза СССР. Не надо никаких прыжков. Поэтому я еще раз говорю, подготовка нужна определенная. Все хотят мгновенных действий. Я завтра пойду там, ну попробуйте, возьмите автомат наперекосяк и попробуйте захватить Госбанк Российской Федерации. Из этого получится очередной партизанский отряд, который погиб на востоке страны, в районе Хабаровска-Владивостока. И больше ничего. Но нам же не нужны покойники. Нам нужны здравомыслящие граждане Союза СССР, которые приносят ей пользу. Умереть по глупости это не честь. Добиться результата, вот это да. Это всегда сложнее. Да, задавайте следующий вопрос. Вы сказали недавно, 5 минут назад, что давайте жить по заветам предков. Вы сказали буквально 5 минут, что давайте жить по заветам предков. В Советском Союзе была личная собственность и кооперативная собственность. И государственная. И государственная собственность. Какие-то 6 соток давали. За счет этого Россия, может быть, и выжила. Вы говорили еще, что вы взяли на себя полномочия всех предыдущих иерархий. Субъектов права. Субъектов права. Наши древние предки всегда имели землю родовую. Сейчас здоровая тенденция началась, когда люди переселяются на земли и так или иначе тем или иным способом получают ее в безвозмездное пользование и так далее. То есть речь идет о родовых поместьях, которые передавались бы по наследству без права продажи и отчуждения. Давайте я вам расскажу по этому поводу. Я уже недавно, месяц назад, примерно выступал по этому поводу. Человек делает заявление, но вместе с заявлением нет больше ничего. То есть он говорит о родовых поместьях. Ребята, кто вам мешает? Разработайте проект общесоюзный, родовых поместьй, но только общесоюзный. Объедините сотни и тысячи проектов, которые касаются местности от Хабаровска до Бреста. И объедините эти сотни проектов в единый общесоюзный и мы начнем по нему строительство родовых поместьй. Кто же вам мешает? Только вы делать не хотите, вы говорите об этом. Принесите мне проект. Я уже такой проект показывал. Вот в Челябинске я выступал больше месяца назад. Я такой проект показывал. Но, к сожалению, этот проект касается только нижнего течения Днепра. Обустройство, так сказать, строительство экополисов, так сказать, разгораживание рек и так далее. Все эти проекты существуют. Их надо систематизировать, проработать, принять на государственном уровне программы и тогда начать их делать. В противном случае у вас появится, так сказать, хаотичное развитие страны с гигантскими перекосами. Вы же должны понимать, в какой области какие трудовые ресурсы, с какими навыками у вас должны быть. Если вы хлопкоробов переселите всех, так сказать, в Приморский край, они не умеют ловить рыбу. А если всех рыбаков переселите в центр Казахстана, то они не умеют пасти овец. Поэтому для того, чтобы перемещать огромные массы населения, должна быть составлена определенная программа. Так вот, разрабатывайте ее. Вам никто не мешает этого делать. Вопрос в том, что все говорят. А надо не говорить, а делать. Да я знаю эти программы, где люди берут по гектару земли, уходят, так сказать, подальше от цивилизации и живут там. Есть такая программа, я ее слышал. Зловещий кедр России называется. Зловещий. Еще раз объясняю. Зловещий. Многократно. Значит, объясняю вам, в чем, так сказать, проблема этих программ. Значит, есть люди, которые говорят, вот мы уйдем в горы, или там в лес, или в тайгу, или там куда-то, и будем там прекрасно жить. Ребята, а лопату вы можете самостоятельно произвести? Вы мне скажите, в этих поселениях, в которых сейчас эти люди живут, они могут произвести лопату, хотя бы лопату? Могут? Они могут добыть железную руду, провести обогащение, выковать лопату? Есть у них такие возможности? А если нету, тогда о чем речь? Я вам еще раз говорю, структура должна быть. Кто-то должен производить, так сказать, средства производства, кто-то должен заниматься станкостроением. А космические корабли, типа Буран, вы тоже будете строить в этих сельских поселениях? Или вы вернетесь в то время, когда мы все ездили на телегах, и будете ждать американских крылатых ракет? А я вам напоминаю, 5000 таких мечтателей, 5000 таких, так сказать, аппаратов, которые называются крылатые ракеты, уже прилетели на территорию Югославии и поставили крест на всех их начинаниях по одной простой причине. Если вы не имеете нормально структурированной армии вооруженных сил, если вы не можете дать отпор врагу, если вы не можете произвести сложное техническое изделие, вы в этом мире никому не нужны. Еще раз говорю, до любого вашего поселения американская крылатая ракета долетает за считанные минуты. Вы там будете разрабатывать программы противоракетной обороны с селянами? Или дурачки будут за вас делать, а вы будете, значит, там наслаждаться видами природы? На уровне государственной логики, я еще раз говорю. Значит, никто не исключает сельские поселения, никто не исключает различные виды, так сказать, организаций, структур. Вплоть до того, что можно открывать структуры, в которых будет входить, например, несколько тысяч человек, которые там будут жить, как в пятизвездочной гостинице, где все включено. Если люди хотят жить в условиях, когда у них, так сказать, есть общественное столовое, так сказать, жильем они обеспечены, есть инпошив, есть работа в абсолютно безденежной среде, ради бога пусть живут. Но все, еще раз говорю, все структуры, которые вы создаете, должны быть интегрированы в систему Союза СССР. Вы должны приносить народу СССР какую-либо пользу. Если вы думаете только о пользе, ну, скажем так, собственно семьи и себя самого, то, так сказать, рано или поздно эта вещь обернется для вас очень серьезными проблемами. Вы стране не нужны. Стране нужны только те, кто является частью этой страны. Поэтому, да, нужны такие поселения, но разработанные, так сказать, программы, большие массы, да, такое массовое строительство, так сказать, экопоселений, родовых поместьй, оно будет вестись на территории Союза СССР, будут расселены гигантские города, которые сейчас есть, миллионники. Это все будет делаться, но для этого надо разработать программы. То есть не частным образом сбегать и прятаться куда-то, я вот там далеко в Сибирь, а быть полезным членом общества. Да, следующий вопрос. Всем добрый день. Буквально 30 секунд. Уважаемые участники, давайте, чтобы микрофон не бегал по залу. Вот кто хочет вопрос задать, вставайте в очередь и подходите сюда к сцене. Это будет быстрее и эффективнее, больше вопросов ответы получат. Меня зовут Юрий Огурцов. Я занимаюсь оздоровлением комплексным людей. Хочу в первую очередь поблагодарить Сергея Вячеславовича за тот труд, за то дело, которое он делает. Дай Бог ему побольше энергии, здоровья, чтобы его дети, и он сам был живой, самое главное, и то дело, которое он делает, имело успех. И мы будем ему помогать. У меня два вопроса, Сергей Вячеславович. Вот сейчас вы как раз по поводу здоровья говорили, по поводу экопоселения. Сам в экопоселении живу. И действительно разрозненность и разобщенность присутствуют. Я был во многих экопоселениях от Сочи до Владивостока. Я это могу утверждать. Я видел разные, что не хватает общей концепции. Вопрос первый по поводу здоровья и по поводу идеологии, концепции. На ваш взгляд, какие нужно в первую очередь произвести преобразования в системе здравоохранения, образования. И по поводу религии, что вы можете сказать. То есть говорите вот про предков, про наш род. То есть на какой базе духовной будем мы дальше расти и развиваться. И второй вопрос. По поводу соотношения сил. Вот вы сказали про то, что не исключается силовой вариант развития событий. Вспомогательный. Как вспомогательный. Ни в коем случае это не основной способ. Расскажите про соотношение сил. Есть Путин, у которого есть финансы, административный ресурс, неограниченные армии, спецслужбы, закрытые технологии и так далее. Что есть у вас? Что мы можем противопоставить? И как вообще на что вы надеетесь в этой ситуации? Благодарю за ответ. Спасибо. Значит начнем с последнего вопроса. Вы когда-нибудь видели, что... Нет, если там Путин или Медведев готов примкнуть штыки и пойти в атаку, ради бога, вот трехгранный штык, даже выдадим трехлинейку. Но дело в том, что от имени Путина и от имени, так сказать, Дмитрия Анатольевича действуют граждане СССР. Наша задача перевести этих граждан СССР в законное правовое поле. Восстановить все их права и возможности, которые у них были, в том числе в Союзе СССР. Вот. И все. Я, например, абсолютно не беспокоюсь, что кто-то из них вытащит, так сказать, штык-нож и пойдет в атаку. Абсолютно не беспокоюсь. Потому что знаю точно, что они этого делать не будут. А те, кто их, так сказать, обслуживает и те, кто служит в структурах Российской Федерации, являются гражданами Союза СССР. И как только они это поймут, я думаю, они сами примут нормальное решение. И нам даже не придется арестовывать некоторых людей. Нам их просто принесут. Аккуратно, аккуратно, так хорошо, как и положено, там, в наручниках, в кандалах, там. В зависимости от того, по какой концепции захотят. Захотят люди действовать по законам царства русского? Вот там вот положено было, так сказать, в кандалы. Захотят действовать по законам Российской империи? Пусть по Российской империи. Захотят по СССР? Пусть действуют по СССР. Мы никому не возбраняем. И вот всегда я говорю тем людям, которые склоняются вот к такому, ну, скажем так, обращают внимание на жизнь своих предков. Я им всегда говорю только одно. Мы все на всенародном вече, включая всех наших предков, уже умерших нынче, приняли решение, еще раз повторю, на всенародном вече Советскому Союзу быть. Если вы староверы, если вы старообрядцы, если вы собираетесь соблюдать законы ваших предков, да исполните хотя бы один закон, который принят 113 миллионов, проголосовало за сохранение СССР на всенародном вече. Исполняйте закон. В чем проблема? Про образование и здравоохранение. Значит, со здравоохранением вообще никаких проблем нет. Сегодня на планете Земля уже разработаны концепции, ну, скажем так, существенного удлинения продолжительности жизни обычного человека. Вопрос только в том, что они требуют очень значительных вложений. Вот, значит, существует такая программа, я, кстати, ее видел, вот, и она разработана очень серьезными специалистами, которые много лет работали над этой программой, вот, которая, в принципе, позволяет продлевать человеческую жизнь до бесконечности, вот. Вопрос только в том, что финансирование этой программы обойдется примерно в 800 раз дороже, чем запуск первого человека в космос. Вот и все. То есть надо вложить силы и средства, организовать соответствующие коллективы, которые будут этим заниматься. То есть не на уровне, так сказать, частных изобретателей, рационализаторов, разработчиков, одиночек, там, знахарей, врачей, неважно кого, вот, а именно разработать концепцию, проверить ее и запустить на всей территории СССР. Таких программ очень много, очень много, и они есть, и вопрос только в том, что при существующем режиме никто не был заинтересован в том, чтобы они действовали. Вот и все. И в СССР, кстати, то же самое. В СССР. Не надо всем тысячу лет, чтобы нам до сто лет пожить, но здоровье надо. Да. Кто же мешает вам сказать, ну не хочу больше жить? Вы же помните, как до революции нормальный русский мужик всегда так говорил. Бабы, приходите ко мне завтра на хутор, однако помирать буду. То есть человек сам прекращал свою жизнь в тот момент, когда он считал, что все, что он хотел сделать на этой земле, он уже сделал. Вот и все. Дело в том, что я живьем видел таких людей. Я живьем видел прабабушку своего дедушки. Между нами шесть поколений. Она на 110 лет была старше меня в тот момент. Поэтому все это есть, все это было. Запустить это не сложно. Вопрос только в том, чтобы было желание и организационные структуры. Это нельзя запустить вот в этом зале. Это надо запускать в условиях страны, потому что финансирование нужно очень серьезное. Все вещи, которые связаны со здоровьем населения, должны быть тщательно протестированы, проверены. Все эти технологии должны быть, ну так сказать, жесточайшим образом опробированы. И только тогда, когда их доказана эффективность и безопасность, только потом они могут запускаться. Чтобы у нас не было вот таких вот самостийных лечений, типа марганцовкой будем всех лечить или еще чем-то. То есть понятно, что эта проблема очень многогранна. И ее надо решать комплексно. То, что касается образования, то же самое. То же самое. Значит, сейчас нет никаких проблем. Значит, все первоисточники, которые нам нужны для того, чтобы получить высококлассное образование, они, в принципе, находятся в открытом доступе, их никто не читает. Я уже многократно приводил примеры. Дело в том, что мы, я уже заявлял о том, что Союз Советских Социалистических Республик объявляет, значит, регистрацию на своей территории всех субъектов, находящихся вне территории Советского Союза, по грамоте Александра Филипповича, царя Македонского. Александр Филиппович Македонский, славянский царь, выбранный на Всецарском вече, занимался освобождением взбунтовавшихся территорий на территории современного Ближнего Востока и Индии в свое время и наводил там порядок, потому что они, так сказать, оторвались от митрополии и начали самостийную деятельность. Эта самостийная деятельность привела к тому, что гигантские армии царя Дария приходили и в Европу, и в Скифию, так сказать, бесчинствовали там. И Александр Македонский выполнил свою задачу, он уничтожил эти вооруженные структуры, наладил нормальное взаимодействие с митрополией. К сожалению, я еще раз говорю, почему вот этот пример, в том числе Македонского, нельзя брать как первооснову. То есть любые вопросы, которые решаются силой, недолговечны. То есть решение их недолговечное. Поэтому надо в большей степени не через силу, а через возвращение человека в нормальное сознание. В нормальное сознание. Чтобы он больше не путал такие понятия, как РФ и Россия. РФ это договор некой, так сказать, кучки людей. Да. А Россия, Россия это территория. И люди, к сожалению, не разделяют в своих мозгах. Вот как только мы эти вещи донесем, как только мы произведем, скажем так, возродим на нашей земле минимальную правовую грамотность, для чего она нужна? Вот представьте вы, что вы рыбак и плавать не умеете. Вот сегодня все люди в Российской Федерации именно такие рыбаки, которые плавать не умеют. То есть всю жизнь они находятся в море, но плавать никто не умеет. То есть всю жизнь они живут в правовом поле, элементарных правовых навыков не имеют. Элементарных. Путают все, что угодно. По любому вопросу бегут, так сказать, к различным там депутатам консультироваться. А депутаты, естественно, в интересах, так сказать, уже заявленных, так сказать, органов вне территории Советского Союза, находящихся, диктуют это по-своему. Ну вот и все. Каждый должен самостоятельно получить минимальное правовое образование. Это необходимо. Жить по-другому нельзя. Сколько можно быть дурачком и отдавать себя и свою семью на волю, так сказать, всякого рода самозванцам, которые приходят непонятно откуда, непонятно с каких территорий, открыто заявляют, что они действуют в интересах врага, и все с удовольствием, так сказать, ходят, их выбирают. Ну, вот это надо прекращать. В Советском Союзе никто высшую меру не отменял, если вы это помните. И если вы занимаетесь любой, так сказать, незаконной деятельностью в масштабе, в масштабе превышающем, так сказать, некие допустимые нормы в СССР, ну, вы помните, помните дело гастронома номер один? За сколько расстреляли, за сколько тысяч долларов расстреляли директора гастронома номер один? Напоминаю вам, за 4 тысячи долларов его расстреляли, потому что это народные деньги. Вот и все. Все очень просто. В нормальном государстве вы не можете заниматься наркоторговлей. Алкоголь относится к наркотикам. Если вы читали, так сказать, сертификат госстандарта СССР 1972 года, в котором написано, что спирт, сильно действующее наркотическое средство и так далее и тому подобное. Поэтому, соответственно, все нормы, которые связаны с наркотическими средствами, должны применяться в том числе и к этиловому спирту. Все. Все же понятно. Не я писал эти документы. Они уже есть. Табак. Табак тоже самое. Конечно. Но он же относится к наркотическим средствам. Их в Советском Союзе не будет. Их в Советском Союзе, чтобы их не было, надо собрать структуру. Сначала надо восстановить конституционный порядок. Потом собрать соответствующие законодательные собрания. Вы поймите, я не могу в индивидуальном порядке заниматься десятками тысяч законов, которые наводят порядок в каждой из областей, которые существуют в Советском Союзе. В области медицины, фармацевтики, здравоохранения, того, сего, пятого, десятого, МВД, КГБ, СССР и так далее. Этим должны заниматься профессиональные законодательные собрания. Когда они у нас будут, тогда мы эти вопросы решим. Сейчас в одиночку и в условиях оккупации мы эти вопросы решить не можем. Это мы просто разговариваем о перспективах. Действовать, резко отрицательно. Мое личное отношение резко отрицательно. Я сам никогда не курил и не пил. Сергей Васильевич, меня зовут Михаил. У меня такой вопрос. До этого вы говорили о идеологии, тут вопрос задавали также, а также о катехизисе евреев в СССР и так далее. У нас Российская Федерация начала с кровопролития. Это силовой захват власти. СССР тоже началась с революции. Где-то сто лет нами уже правит идеология иудаизма. Вы сказали о том, какая у нас будет идеология после того, как вы создадите, ну, восстановите СССР. И у меня вопрос по поводу элиты. Как вы собираетесь сохранять эту идеологию в осознанном СССР, чтобы к власти не пришли опять такие же люди, которые снова смогли бы взять и повернуть все в какую-то другую сторону? Или сейчас к вам внедриться, вот, на данный момент даже в вашу организацию и повернуть все в какую-то другую, иную сторону? Нет, дело в том, что ситуация очень простая. Если вы не действуете, если вы лично не действуете, за вас приходит кто-то другой и начинает решать вашу судьбу. Вот и все. Ситуация очень простая. Ну, у нас по последней переписи 82% жителей территории РСФСР русских. Вопрос. Кто вам мешает доминировать во всех областях? Во всех областях. 82%. Вы имеете абсолютный перевес в любой, так сказать, организационной структуре, законодательной структуре и так далее. Так вот, приходите и делайте так, чтобы вам не было стыдно перед вашими потомками. Вот и все. Действуйте. Если, так сказать, стоять в сторонке и ждать, а там не придет случайно враг? А я вам отвечаю, придет. Придет обязательно. Потому что они, в отличие от вас, деятельные, они получают гранты за границей. Понимаете? А вы должны действовать по зову сердца. И поэтому я приглашаю вас действовать так, как вы считаете и, так сказать, ну, готовы, так сказать, действовать, чтобы вашим потомкам было чем гордиться. Чтобы ваши внуки вспоминали вас как, так сказать, деда, который внес большой вклад в развитие нашей страны. Вот и все. Действуйте таким образом, и вам не будет ничего страшного. А если будете ждать, естественно, найдутся всякие лже-патриоты, иностранные диверсанты и так далее. То есть я понимаю, главное это действие? Конечно. Конечно. Потому что все только... А вопросы совести, вот то, что вы говорили? Я же вам сказал основные принципы. Честь, да, справедливость и совесть. Все. Страшное слово справедливость. Знаете, очень страшное слово справедливость. Большинство людей даже не подозревают, что когда вот к ним начинают относиться точно так же, как они относятся к другим, вот, они даже не подозревают, насколько это больно, когда им ломают кости, например. Вот преступники, они же, так сказать, нападают людей, совершают противоправные действия, там, проламывают кому-то череп. Но зато, когда вот им там не вовремя в тюрьме там налили, так сказать, очередной баланды, они начинают жаловаться о том, что нас плохо кормят. Вот. А ведь принцип гласит глаз за глаз. Вот. Кровь за кровь. И если ты в отношении других граждан совершаешь противоправные действия, ты сам автоматически выходишь из правового поля. Ты выпадаешь из системы прав. Ты сам их приступил. Ты взял в руки оружие, начал воевать против собственного народа. Все. Кто ты такой после этого? Все. Спасибо. Ты никто изгой. Алло. Здравствуйте. Я с Приморского края. Меня просто товарищ попросил сюда прийти. Он подписчик, вот, организатор мероприятия. Хочу сказать то, что насчет приморских партизан там никакого намека, насчет СССР не было. Было. Не знаю. Я читал заявление. Ладно. Я очевидец. Я жил, и как раз полиция ездила, их искала. Вот я жил в этом Спаске Дальне. Документы. Заявление. Ладно. Я буду краток. Народу много. Два коротеньких вопроса. Вы собираетесь создать государство, именно основанное на Конституции СССР, и ничего изменять в этой Конституции не собираетесь? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы знаете Федорова, но почему-то вы не знаете Мальцева, который в этом сентябре на предвыборной гонке на всех федеральных каналах был, и конкретно, в отличие от вас, вот вы, я смотрю, не решаетесь сказать, что нужно сделать, потому что это статья. Да? А он конкретно говорил, то, что любые начинания, пока Путину руля, тщетные. И как вы не знаете такого человека? Спасибо. Нет, Мальцева я знаю, я вам еще раз сказал. Я его видел несколько раз в роликах, во-первых, телевизор я не смотрю, это первое. Вот, я его видел несколько раз в роликах по интернету, но я абсолютно не знаком с тем, чем он занимается и что он говорит, вообще не знаком. Зато Федорова слушает. Ну, Федорова я вынужден слушать по одной простой причине, он постоянно упоминает Тараскина. Ну, тогда вы политически, не знаю, некомпетентен, неосведомлен. А зачем вам Мальцев? Вы хотите... Это единственный человек в России говорит по первому каналу, по второму. Тише, тише, тише. Подождите. Да ладно, не волнуйтесь, все нормально. Люди привыкли или громко кричать, или действовать руками, головами. Я не могу изменить Конституцию Союза СССР. У меня нет полномочий изменить Конституцию Союза СССР. Если вы собираетесь действовать так же... Подождите. Если вы собираетесь действовать так же, как действовали в Российской Федерации, то есть от имени президента, изменять границы страны, изменять Конституцию, у президента нет таких полномочий. Я прихожу к вам, я никуда не ухожу, я еще раз вам говорю. Вы хотите действовать, как действовали в СССР? То есть так? Я хочу сначала. Прекрасно. Прекрасно. Не придут и не надо. Такие, как вы, могут не придут. Отвечаю на вопрос. Отвечаю на вопрос. У меня нет полномочий изменять Конституцию Союза СССР. Все. И я не собираюсь нарушать законы Союза СССР. Если я их буду нарушать, получится то же самое, что происходило во времена, так сказать, ломки Союза СССР. Ну, человек просто не имеет соответствующей правовой грамотности. Есть еще вопросы? Вопросы. 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 Такой вопрос. Вот мы сейчас говорим, опять же, возвращаемся к катагезису и так далее. Есть лица определенных народу, скажем так. Вот мне такой вопрос. Вновь возрождает в стране, которая состоится. У меня это все не везет. Уверен. Вот. Я хотел бы понять, будут ли эти люди, либо их потомки, запускаться к финансовым структурам, к власти и так далее. Однозначно нет. Потому что мы опять будем наступать на те же грабли, которые опять будут наступать на грабли, потому что вы для этого еще ничего не сделали. А я точно не буду наступать на эти грабли, потому что, первое, значит, все, кто скомпрометировал себя перед Союзом СССР. Я, знаете, почему никого не, так сказать, не обвиняю открытым текстом? По одной простой причине. Обвинение гражданину Союза СССР может предъявить только суд. Вот когда суд или военный трибунал разберет все действия данного человека, определит урон, который он нанес нашему отечеству, вот тогда мы по всей строгости советского закона с ним и поступим. А если мы будем орать на улице, вешая этих стреляйтех, вот, то вариант уже виден. Вот, пожалуйста, езжайте на Украину, там таким способом быстро решаются все вопросы. Называется, кто... Невозможно, еще раз я вам говорю. В чем уникальность нынешней ситуации? 25 лет Советский Союз находился в состоянии спецоперации. Спецоперация называлась, значит, подводная лодка уходит на дно. Советский Союз якобы, якобы, самоликвидировался. На самом деле он никуда не делся. И вот. Теперь за эти 25 лет все, кто хотел предать родину, ее предали. Все, кто был вором, проявили себя как воры. Все, кто был душегубом, стали такими. Вопрос, что вам еще надо? Вы их не знаете? Их списки в интернете. Их списки в интернете. Все, на ком числятся богатства Союза СССР. Все счета заграничные, из которых мы 972 счета опубликовали во всех странах на планете Земля. И еще несколько тысяч счетов нам известны. Все до последней копейки Союза Советских Социалистических Республик находится в целости и сохранности на счетах зарубежных банков. Значит, ни одного центрального банка на планете Земля нет, в котором Советский Союз не имел бы контрольной пакеты акций. Эти пакеты были куплены еще до войны Иосифом Виссарионовичем Сталином. Все. Вопрос только в действии. Действовать, вот и все. Само ничего не вернется. Нужны специалисты, нужны дипломаты, нужны банковские работники. Те, все, пятые, десятые силовые структуры, которые бы этими вопросами занимались. Не уличными разборками, не демонстрациями, а серьезными заявлениями. Приходит вот такой к вам человек с вооруженными солдатами. Специальное подразделение контрразведки СМЕРШ. И как офицер Советского Союза задает вам различные вопросы. Например, что вы делали последние 25 лет на территории Советского Союза. Не числится ли на вас имущество Союза СССР, принадлежащее ранее народу Союза СССР. Ну, в частности, средства производства. Куда делся Волгоградский тракторный завод, который был у вас в собственности. Куда делся завод Дизилл, ну и так далее. То есть, начинается обычная инвентаризация. Вы же поймите, для того, чтобы предъявить человеку обвинение, надо провести инвентаризацию всех его действий. Это и называется следственные действия. Иначе вы человека, так сказать, раньше времени, так сказать, растерзаете. А могли бы поиметь с него определенную пользу. Ну, например, он сдаст еще несколько сотен, таких же, как он, пособников, которые нигде не засветились. Поэтому не надо торопиться. Не надо торопиться. Военный трибунал Союза СССР, суды, которые будут действовать на территории Союза СССР, в этом во всем разберутся. Все будет, все как на ладони. Вы же поймите, они, все, кто действовали на территории Союза СССР последние 25 лет, мы уже заявили об этом. Они же все легализовались. Если в СССР воры прятались, цеховики там какие-то, их вину было доказать очень сложно. То сейчас это не представляет никакой сложности. Все в открытом, информация в открытом доступе. Что у вас нет списков членов Государственной Думы Российской Федерации? Вы их собираетесь искать? Искать их не надо. Они все опубликованы. Вы не знаете, кто владеет средствами производства на территории Союза СССР? Кому принадлежат шельфы в Северных морях? Все известны списки. Собирайтесь, возвращайтесь в законную юрисдикцию Союза СССР, занимайте соответствующие посты и действуйте от имени Союза СССР. Не надо устраивать балаган, не надо устраивать никаких революций. Надо воссоздать силовые и правовые структуры Союза СССР и дипломатические, начать действовать. Все. Я не вижу проблем. Я хотел бы задать вопрос следующий. Вы говорите о восстановлении СССР. Скажите, пожалуйста, как мы можем восстанавливать советский социалистический строй, когда он был организован теми же самими иудеями и за иудейские деньги? И правила там, и конституция, и имя же написано, как проституция, так и конституция. Корень один по-русски. А земля сия есть родина наша, а мы народ русов. И вы этим самым население, электорат, ликвидируйте наше понятие, что мы здесь коренные жители своей земли, и никакие мы не советские граждане, мы русы. Это наше право родовое. Почему мы никакие не советские и не хотим жить по правилам иудейского народа и по этой конституции, проституции? Так прими же эти правила. Я жду от тебя конституцию, проект новой конституции. Я жду от тебя проект новой конституции. Ты будешь членом законодательного собрания. Придешь и предъявишь проект новой конституции. Нет, ты будешь кричать, горлопанить, так сказать, сбивать людей с панталыки. Вот это и есть жидовская хуцпа. Вот, 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 видите? Вот это и есть жидовская хуцпа. Я ему говорю, принеси. Если ты готов, делай. Если не делаешь, не болтай. За слова придется отвечать. В военном трибунале Союза и СССР. Надо об этом понять. У меня такой вопрос, значит, по здравоохранению и образованию. Ну, понятно. Вот еще такой вопрос. Ну, наука, культура. Какие предполагатели уже созданы структуры? Ну, может быть. Значит, по науке и по культуре. Значит, там существует гигантское количество искажений, которые связаны и с наукой, и с культурой. Ну, вы это знаете, там, перевод, скажем так, частоты настройки, так сказать, инструментов с 432 Гц на 440, так называемая тональная музыка, которая внедрена там в 50-е, 60-е годы. Все эти проекты, которые идут, так сказать, от комитета 300, от Римского клуба, всех этих институтов, которые на них работают, все это давно опубликовано. Вопрос в том, что мы должны действовать и вернуть, ну, там, где можно вернуть, вернуть все обратно. Ну, и, соответственно, значит, те произведения, которые не являются культурным наследием, ну, там, различные синие круги, там, зеленые треугольники, красные, черные квадраты и прочая ересь, вот, это все должно быть отнесено к обычному, так сказать, мусору, вот, потому что понятно, что, так сказать, у нас картины, там, Константина Васильева, так сказать, стоят где-то в загашниках, к примеру, вот, а, так сказать, черный квадрат, красный квадрат выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге. Ну, это явные перегибы. Вот, чтобы такого не было, должны быть соответствующие люди. Вот в этих комиссиях, которые должны, первое, очертить четкие рамки, что является произведением искусства, а что не является. На сегодня такие исследования математические уже произведены. То есть, любое произведение искусства можно исследовать, в том числе, научными способами и определить. Его действительно рисовал художник-живописец, у которого дар божий. Или это полусумасшедший, который находится на какой-то стадии шизофрении и вот-вот, так сказать, уйдет в мир иной. Вот, вот и все. То есть, надо проводить эту работу. Понятно, что ее очень много. Вот, понятно, что никто не слышал, что Иван Грозный является композитором. Вот, хотя в Советском Союзе пластинка с произведениями Ивана Грозного выпускалась. Понятно, что никто почти не знает, что на Руси было две собственные нотные грамоты. Гигантский архив, гигантский архив русской музыки с 9 по 16 век, написанный русской нотной грамотой, хранится в Москве. Из этого архива озвучено одно произведение. Стихир Ивана Грозного. Вот двойной альбом. Вот. Ребята, приходите, озвучивайте, приходите, создавайте. Понимаете, что задавать вопросы, если это надо делать. Вот. Приходите и делайте с удовольствием. Да, мы вернем, так сказать, музыкальный строй, который у нас был. Да, возможно, мы изменим частично музыкальную грамоту, потому что понятно, что 7 нот – это минимальное количество, которым можно передавать, так сказать, все звуковые краски. На самом деле их должно быть больше. Вот. Но это же работа. Вот. Это работа. И, кстати, у нас такие коллективы есть. Даже называть не буду, потому что вот эти ребятишки, значит, которые сейчас еще продолжают хозяйничать на нашей территории, обязательно, так сказать, займутся ими. Есть у нас большие коллективы, в том числе музыкальные, которые работают над сохранением нашей древнерусской культуры. Вот. Я с удовольствием их слушаю. Вот. Их записи не распространяются нигде. Просто через знакомых там звукорежиссеров и так далее. Удается там достать какие-то, так сказать, уникальные записи с камерных концертов. Вот. Естественно, они не выставляются как коллективы в крупных концертных залах нашей столицы. Вот. Давайте работать. Давайте работать. Приходите. Если вы специалист в области культуры, приходите. Будем действовать вместе. У меня еще вопрос. У меня еще вопрос. Я понимаю, что ни МВД, ни, допустим, будущая армия, она не может там работать и служить на альтруизме. То есть нужны средства. То есть есть какой-то вариант сбора налогов с граждан СССР? Есть очень простой вариант, как я вам сказал. Значит, дело в том, что, во-первых, Государственный банк Союза СССР действует. Вот. Как только собирается достаточная структура из дипломатов, силовых структур, судебных приставов, судей Союза СССР, это действие осуществляется автоматически. Вы просто приходите в Сберегательный банк Российской Федерации, просите предъявить документы о передаче Сберегательного банка Союза СССР на баланс Российской Федерации, вам его не предъявляют, объявляете, что вот этот человек, который пришел вместе с вами, с этого момента назначен здесь законным правительством Союза СССР, главой Сберегательного банка Союза СССР, и начинайте любые операции, которые вам нужны. Вот и все. Не надо собирать с миру по нитке, ну, до какого-то момента, вот пока мы не запустим вот этот, вот эти первые шаги, да, это придется делать. Вот мы уже 7 лет работаем на собственном ресурсе, я работаю врачом. Я каждый день, я сегодня отменил прием, потому что, так сказать, единственный способ содержания семьи, я работаю врачом каждый день. Я принимаю людей только таким способом, могу осуществлять и деятельность, в том числе и временно исполняющий обязанности президента СССР. Если готовы, так сказать, действовать, приходите, действуйте, все. Вопросов нет. Все схемы и концепции возврата имущества и возврата нас в правовое поле, они разработаны. Вам эти инструкции дадут. Надо, чтобы вы пришли и сказали, я хочу быть. Я хочу служить в специальном подразделении контрразведки СМЕРШ. Я хочу служить в МВД СССР. Я хочу работать в службе судебных приставов. Я хочу быть судьей военного трибунала. Вот у меня есть соответствующее образование и навыки, и так далее, и тому подобное. Я изучил, так сказать, правовое поле Союза СССР и, так сказать, готов приступить к обязанности. Приходите. Вот и все. Давайте сделаем этот первый шаг, и тогда мы перейдем в другую эру, в другую эпоху. Да, пожалуйста, аплодисменты нашему спикеру. Разрешите поблагодарить от вашего имени всех, кто присутствовал сейчас на конференции Сергея Вячеславовича за такое прекрасное выступление и вручите букет цветов. Так, секунду, секунду, секунду. Значит, мы, в принципе, заканчиваем нашу пресс-конференцию. Я надеюсь, всем понравилось. Большинство из вас получило те вопросы, на которые вы хотели получить ответы. Кто не получил, пожалуйста, свои вопросы на бумажке, вот сюда, на столик принесите, мы потом их обязательно запишем, ответы на эти вопросы. Также на выходе вы можете приобрести журнал и подойти, задать вопросы личным президенту сейчас.